Олимпио или жизнь Виктора Гюго. Предисловие автора. Почему Гюго? Мне нечего искать заступников. К Джордж Сант меня привел Марсель Пруст и Олен. Но я не помню такого времени, когда бы меня не восхищал Виктор Гюго. Я еще не знал грамоти, но уже с волнением слушал, как мать читала нам бедных людей. Пятнадцать лет я был потрясен, прочитав отверженных. Всю жизнь я открывал новые стороны его гения. Как и многие читатели, я лишь постепенно постиг красоту его больших философских поэм. И, наконец, я прочел и полюбил последние стихи старого Орфея и нашел в сборниках все струны лиры, мрачные годы и последний сноб, прежде неведомые мне шедевры. Почему Гюго? Да потому, что он самый большой французский поэт, и необходимо узнать его жизнь, чтобы понять противоречивую натуру этого гениального художника. Как этот осторожный, бережливый человек был вместе с тем щедрым. Как этот целомудренный юноша, этот примерный отец семейства, стал на склоне лет старым фавном. Как этот легитимист превратился в бонапартиста, а затем в патриарха республики. Как этот пацифист лучше всех воспел знамена Ваграма. Как этот буржуа, представь в глазах буржуа-мятежникам. Все это должен объяснить каждый биограф Виктора Гюго. За последние годы прояснился ряд обстоятельств его жизни, было опубликовано много писем и записных книжек. Я задумал обобщить разрозненные документы и попытался добиться, чтобы из них возник облик человека. В моей книге содержится множество неизданных текстов. Письма Гюго к госпоже Биар, к его снохе Алисе, к его внукам, к графу Сальванди, к полковнику Шарра, письма Аделе Гюго к Теофилю Готье и письма к ней Гюстава Керри, выдержки записных книжек Стэнд Бёва, письма Эмиля де Шана к Виктору Гюго, Леопольдина Гюго к отцу Джеймса Прадье к Жюльете Друэ и так далее. Но привлечение новых материалов не было главной моей целью. Я отказался ввести в твою книгу многие письма, сами по себе интересные, но не прибавляющие ничего существенного. Надо остерегаться, как бы не похоронить своего героя под грудой свидетельств. Я не хотел также отяжелять рассказ исследованиями поэтики Гюго, его религиозных убеждений, истоков его творчества. Все это уже сделано другими и сделано хорошо. Словом, я описывал жизнь Виктора Гюго не больше и не меньше, стараясь никогда не забывать, что в жизни поэта творчество занимает столько же места, как и внешние события. Я многим обязана исследованиям и комментариям тех людей, которые сейчас лучше всех знают Виктора Гюго. Когда я собирал материалы в доме Виктора Гюго, хранитель музея Жан-Сержан и его заместительница Мадлен Дзюбуа руководили моими поисками в их великолепных коллекциях. В каталогах их выставок я почерпнул новые и очень полезные сведения. Мои друзья в национальной библиотеке Жюльен Кен, Жан-Порше, Жак-Суфель, Марсель Тома, Жан-Прине предоставили в мое распоряжение рукописи, записанные книжки и бумаги Виктора Гюго. Жан-Помье любезно разрешил мне опубликовать отрывки из посмертной статьи Сент-Бёва, находящейся в собрании Шпельбера де Лавенжуле, а Марсель Бутерон разрешил мне воспользоваться материалами из пятого, еще не изданного, тома писем Бальзака к иностранке. Щедро снабдили меня документации госпожа Андре Гаво, урожденной Лефевер-Вакири, госпожа Люсьена Дельфорш и господа Жорж Блезо, Альфред Дюпон, Жан-Монтаржи, Филипп Эриа, Франсис Амбриер, Габриэль Фор. Пьер де Лакретель, мать которого была подругой Алисы Лакруа, охотно рассказал мне то, что он знал о среде, в которой Виктор Гюго провел последние годы своей жизни. Наконец, моя жена с обычной своей добросовестностью собрала для меня драгоценную переписку. Без нее мне бы не справиться с задуманной мною работой, самой обширной и самой трудной из всех, какие я предпринимал до сих пор. Что касается меня, то я приложил все усилия к тому, чтобы, не погрешив ни против благоговейного своего отношения к великому поэту, ни против правды, последовательно рассказать все то, что при нынешнем состоянии исследований известно о его жизни. Андре Маруа Часть первая Волшебные фонтаны О память! Слабый свет среди теней Заоблачная датья давних дум Прошедшего чуть различимый шум Сокровище за горизонтом дней Виктор Гюго Виктор Гюго И однажды вечером, когда я смотрел на небо Созерцание Здесь и далее, кроме случаев специально оговоренных, стихи даются в переводе Горской Примечание редакции По крови он сын Лотарингии и Британии Около 1770 года в Нанси жил мастер ремесленного столярного цеха Жозеф Гюго Пользовавшийся привилегией покупать для своих поделок лес, сплавляемый по Мозелю Имерший, кроме мастерской, несколько небольших домов в городе Он был человек суровый, с крутым характером Отец его опахал землю в Бодрикури, пососедствовал с лотарингскими лугами, где родились Жанна Дарк и Клоджеле В молодости он служил в легкой кавалерии в чине корнета, то есть в Ахмистра Променяв плуг на саблю, он затем расстался с саблей ради рубанка Фамилия Гюго немецкого происхождения, довольно часто встречающаяся в лотарингии В шестнадцатом веке некий Жорж Гюго состоял капитаном гвардии и получил дворянское звание Некой Луи Гюго был аббатом Вестивале, а затем епископом Птолемаидским Состоял ли столяр Гюго в родстве с епископом? Никто этого не знал Но дети столяра охотно веровали в это и рассказывали, что Франсуазо Гюго, графиня де графиньи, в письмах к их отцу называл его брат мой Жозе Гюго имел от первой жены, урожденной Дьедонне де Ше, семь дочерей, а от второй, Жанна Маргарита Мишо, пять сыновей И все они пошли добровольно в армию революции Двое из них погибли под Весенбургом, а трое уцелевших стали офицерами После падения монархии военная карьера стала новой формой перехода из одного класса в другой А членов семейства Гюго, казалось, инстинктивно тянуло к военному поприщу Третий сын, Жозеф Леополь Сигисбергюго, родился в Нанси 15 ноября 1773 года Густая пышная шевелюра и низкий лоб, глаза на выкате, толстые чувственные губы и слишком яркий румянец Все это придавало бы мульгарность его внешности Но выражение доброты, глаза, блестевшие умом и очень ласковая улыбка делали его обаятельным Образование он получил у каноников нантийского капитула Но рано прервал учения, так как в возрасте 15 лет пошел волонтером в армию Он знал латынь, математику, довольно хорошо писал в стиле того века И не только военные рапорты, но и мадригалы, песенки, письма в духе Руссо А позднее причудливые романы, полные всяких ужасов и катастроф Человек веселый, приятный собеседник Он был, однако, подвержен приступу мрачного настроения И тогда воображал, что его преследуют враги В 1792 году, будучи капитаном в Рейнской армии Он познакомился с Клебером, в ту пору командиром батальона С лейтенантом Дезексом и генералом Александром Багарне Первым мужем будущей императрицы Жозефины Солдаты любили капитана Гюгон Находили, что он славный, малый, хоть и вспыльчивый, но отходчивый И, в сущности, при всей своей телесной мощи, человек мягкой, правда, блиставшей отвагой в сражениях Он действительно отличался храбростью Несколько раз был ранен Под ним в боях были убиты две лошади В 1793 году его послали на подавление в Андейского восстания И назначили старшим адъютантом его лучшего друга Мюскара, командовавшего батальоном Гюгу было тогда 20 лет А Мюскару 34 Мюскар был офицер кадровый, выслужился из солдат По национальности Баск В 1791 году, прослужив в Королевской армии 17 лет, он имел только чин старшего сержанта Революция и война дали ему, наконец, возможность выдвинуться У него имелись данные необходимые в смутные времена для того, чтобы стать военным трибуном Высокий рост, зычный голос, красноречие, прямота и, разумеется, отвага За шесть месяцев компании он получил три чина В 1793 году 8-й батальон Нижнерейнской армии избрал его своим командиром Мюскар и Гюгу были созданы для взаимного понимания Оба крепко верили в принципы 1789 года Были жизнерадостные и распутные Отличались пылкостью и честностью Как это бывает во всех гражданских войнах Война, которую конвент предписал им вести в Ван Дэе, была жестокой Какие приказы они получили? Сжигать одиноко стоящие дома и главные замки Уничтожать все сельские пекарни и мельницы Превратить мятежный край в пустыню Упорный, неуловимый враг, скрывавшийся то в перелесках То за живыми изгородями, то в канавах, то во врагах Непрестанно тревожил республиканцев И они нервничали И синие, и белые расстреливали пленных Леопольд Гюго, который был всем обязан революцией Разделял ее страсти Он даже подписывался в Сан-Кю-Лот-Брут-Гюго Но сердце его оставалось человечным И разбойники Шаретта скоро узнали, что этот синий не лишен чувства жалости Быть может, благодаря своей репутации человек великодушного Республиканский офицер Леопольд Гюго И встретил довольно благожелательный прием у бретонки Софи Требюше В старинной ферме, почти что в замке Ренадьериев Кантоник Тио Верми, когда он попросил там приютить на час его измученных солдат Юная и стройная миниатюрная девушка-бретонка С большими карими глазами, энергичным и даже надменным личиком С прямой линией носа, как на антично-греческих статуях Могла похвастаться крепким здоровьем, великолепным цветом лица Радовала взгляд своим решительным и задорным видом В легкой ее поступе, в непринужденных движениях было что-то гармоничное, изящное И вместе с тем сельское Отец ее, имевший еще двух дочерей, был в Нанте капитаном корабля Тарковал неграми Ее дед по матери, господин Ленорман Дюбюйссон Занимал пост прокурора в гражданском уголовном суде Наннского судебного округа Семейство Требюше и Ленорманы при монархии были, как всем, монархистами Буря революции их разделила У Софи Требюше одни родственники стали белыми, а другие синими Ее дед Ленорман Дюбюйссон, судейский чиновник по своему положению и сутяга по призванию Согласился стать членом революционного трибунала в Нанте Что не вызывало уважения у его внучки, возмущавшейся крайностями террора Софи Требюше, осиротевшую в детстве, воспитала ее тетка, госпожа Рубен, вдова нотариуса Особо решительная, роялистка и вольтерианка, привившие свои взгляды и девочки Госпоже Рубен было 60 лет, когда ей в 1784 году доверили воспитание племянницы В 1789 году она благожелательно смотрела на сады в Генеральных Штатах Но в 1793 году, напуганной жестокостями, имевшими место в Нанте И казнями уважаемых ею людей, она решила укрыться вместе с племянницей В маленьком городке Аршатабриане, где у них были родственники Близ него, в самой середине края, охваченного восстанием, находилась поместье Ренадьера Уже два столетия принадлежавшее семейству Требюше Как все девушки, выросшие без матери, Софи Требюше обладала характером решительным и независимым Вдобавок она не верила в Бога, была добра и великодушна Она смело скакала верхом на лошади в окрестностях Штатабриана по дорогам с высокими откосами Защитой ей служили свидетельства о благонадежности, выданные девице Требюше Несомненно, благодаря старику Ленорману, мекабинцам Корье, ужасным проконсулам Нанта И она пользовалась этим талисманом для того, чтобы спасать священников, не присягнувших Конституции Или устраивать побеги Шуану Ведь она тоже стала горячей ванделькой, питавшей ужас перед деспотизмом конвента По правде сказать, обеим этим женщинам, укрывшимся в Штатабриане, оставалось только выбирать между двумя видами террора Террором якабинских солдат и террором разбойников, то есть шуанов Красный террор или белый террор Поэтому Софи предпочитала маленькому городу, раздираемому ненавистью, свой простой дом на ферме Ренотьери Ей нравилось ходить в сабо, работать в саду В Птеоверне мужики еще называли ее «наши барышни», как в старые времена Эта независимая амазонка, немало гордившаяся своими родственными связями с окрестным мелким дворянством Стоическая душа, всегда занятая цветами, погруженная в грезы Видевшая себя в смутных мечтах невестой некоего героя С каждым днем все больше привязывалась к таинственному краю, где она поселилась Маленькая армия синих, голодная, измученная, доведенная до отчаяния ненавистью, которая ее окружала В отместку грабила и убивала мятежников Бравый Мюскар, прекрасный человек, отнюдь не отличавшийся кровожадностью, говорил со вздохом Прискорбно командовать войсками, когда они позорят своих начальников Тем не менее, он проклинал всех фурий, вероломных негодяев, мегер, которые поддерживали отношения с шуанами и помогали им устраивать засады на патриотов София Требюше принадлежала к этой категории вандейцев и разделяла их злобные чувства Тем более, что в Ренадьере синие однажды дали волю кровавому разгулу и разврату И все же, когда в один прекрасный летний день 1796 года она, возвращаясь с верховой прогулки в Шатабриан Встретила на дороге веселого капитана Гюго, который прочелствовал перелески в поисках разбойников шуанов У нее нашлось достаточно причин быть с ним любезной Во-первых, молодой офицер не нес ответственности за происходившую резню Она слышала, что он имеет влияние на мюскары, и при том влияние благотворное А главное, подошедший крестьянин только что сообщил своей барышне Ими нагрянули А тут совсем близко наши священники Займите арстолопов Она принялась и очень успешно кокетничать Тотчас согласилась принять капитана Гюго с его солдатами И увела отряд в Ленадьеру Подали фрукты и прохладительные напитки Начался разговор Молодой капитан произвел впечатление Он имел некоторое образование, мог цитировать Тита Ливия и Тассета Декламировать стихи Вольтера, Элегии Парни Сам сочинял надвигалы и акростихи в таком стиле, какой приятен красоткам Кроме того, он отличался грубоватой, но выразительной жизнерадостностью Всегда готов был и петь, и сражаться Мюскар сочнил в его адрес следующую шутливую эпитафию Здесь спит краса и гордость батальона От смеха умер он и умирал Смеяс За мрачным стиксом рассмешил Плутона И мертвые теперь признали смеха власть Завязать добрые отношения с могущественным в краю офицером Было на руку барышни Требюше И она еще раз встретилась с ним Она с любопытством наблюдала за этим двадцатитрехлетним капитаном С чувственным ртом и ласковыми глазами А его самого, хоть он и возил за собою в походах По примеру своих начальников доступную девицу Пышногрудую, но скудаумную Луизу Гуэн Именовавшую себя женой у Гюго Хоть он и хвастался довольно грубо своими любовными победами Его привлекала молодая бретонка Обладавшая мужским умом и мужской храбростью С ее стороны было искусным политическим ходом Пригласить Гюго и Мюскара к тетушке Робен Двери большинства домов в Шатабриане Были закрыты перед офицерами республики Тем более их тронуло радушное приглашение Мадемуазель Требюше блистала умом и такой свежестью, что казалась прелестной Вскоре оба офицера называли ее запросто Софи А госпожу Робен тетушка Со своей стороны Софи, испанская душа, заинтересовалась молодым капитаном Он спасал женщин, заложников, детей Ей было приятно совершать с ним верховые прогулки По дорогам Бакажа, идущим меж высоких откосов И в беседах храбро доказывать ему, что война против шуанов несправедлива Гюго горячо защищал республику Но восхищался твердым характером очаровательной девушки И гордился тем, что не посягает на ее честь А она гордилась, что так смело говорит с противником Недолго длилась эта странная идиллия Мюскар поссорился со своим генералом И из восьмого батальона Нижнерейнской армии Был отозван директорией в Париж Ксунчулот Брут Гюго грустил, расставаясь с юной бретонкой Тетушка Робен тоже жалела об этой разлуке Она была достаточно философски настроена, чтобы принять новые времена И не стала выпротивиться браку своей племянницы с офицером республиканской армии Но Софи, мнение которой она постаралась выпадать, заявила, что брак нисколько ее не привлекает Она уехала в Ренадьеру возделывать свой сад Однако Гюго и в Париже не забывал маленькую Софи из Шатабриана И продолжал писать ей письма, хотя одержал при себе для временного сожительства Пошногрудую девицу Луизу Буэн Гюго писал мне в Скару «Я часто прижимаю ее к сердцу и чувствую сквозь два прелестных полушария Как нарастает волнение, воодушевляющий мир Задернем занавес» Удивительное дело, этим веселым и распутным офицером При всяких неприятностях овладевал какая-то странная мания и преследование Когда Мюскар, командир батальона, получил другое назначение Гюго надоел штабу жалобами на нового своего начальника Называл его негодяем, которого следует не только заковать в кандалы, но и предать смерти Грязной душой, крокодилом, извергнутым водами Рейна От недовольного постарались избавиться Назначив его докладчиком дел в военном совете Должность, дававшая ему право получить квартиру на Гревской площади в помещении ратуши В этой официальной резиденции он не имел права поселить свою наложницу Луиза Гуэн немедленно исчезла Проявив и скромность, и внезапно возникшее равнодушие Что было обычным в те времена И капитан мог на досуге мечтать о Софи Требюше Она отвечала на его письма с крайней сдержанностью и целомудрием чувств Совсем не похожим на забавное краснобайство и шутливый тон, характерные для посланий капитана Но, может быть, сама эта сдержанность и пленяла его Во всяком случае, он сделал Софи Требюше предложение Она была круглой сиротой Была на полтора года старше жениха Нуждалась в поддержке Однако ее, по-видимому, совсем не соблазнял этот брак Понадобились настояния всех ее друзей в Нансе, чтобы она дала согласие Она приехала в Париж в сопровождении своего брата Гюго ошеломил ее своими любовными восторгами И 15 ноября 1797 года их соединили гражданским браком в мэрии 9 округа В квартале Верность Из брачного контракта явствует, что у капитана Гюго Кроме жалований было некоторое недвижимое имущество и доходы Невеста же выходила замуж без приданого Поместь Ренадьера ей лично не принадлежала Однако великодушный солдат согласился заключить контракт на основе общности имущества И хотя жизнь в годы директории была очень дорога, он никогда на это не жаловался Деньги, говорил он, это нерв войны, но только войны А то, что я имею, для мирной жизни достаточно Я в долги не влезаю и забот не знаю Супруги прожили в Париже два года Гюго был страстно влюблен в свою умненькую бретоночку А ей немного надоедали шумные разглагольствования мужа и его вольные шуточки Ей досаждал чрезмерный любовный пыл этого могучего мужчины с бычьей шеей Но она все терпела, будучи женщиной скрытной, упорной и властной У нее остались очень плохие воспоминания о печальном времени, прожитом в древней ратуше Где в дни революции пострадали и картины, украшавшие стены, и сами стены У молодых супругов не было ни белья, ни посуды Софи тосковала о ренадьере, о своем саде, о морском воздухе родной Британии Лучшим их другом стал секретарь трибунала Пьер Фуше Сын нанского сапожника, старый знакомый семейства Требюше Ровесник капитана Гюго, весьма, однако, отличавшийся от него темпераментом Человек осторожный, целомудренный, заядлый домосед Воспитание, которое Фуше получил у своего дяди, каноника Более пригодно было для оратарианца, чем для солдата Оратарианцы — члены духовной конгрегации, от которых не требовалось соблюдения монашеских обетов Оттуда вышли ряд ученых-богословов, примечательные редакции Разделяло друзей только одно — политика Докладчик дел был республиканец, а секретарь трибунала — роялист Но оба в спорах не питали ненависти друг к другу Через несколько дней после женитьбы Гюго Секретарь трибунала сочетался браком с Анной Виктуар-Асселин И попросил капитана Гюго быть свидетелем в мэрии На свадебном обеде Леопольд Гюго наполнил свой бокал и воскликнул «Пусть у вас родится девочка, а у меня мальчик, и мы их поженим Пью за здоровье будущей семьи» В Париже времен директории, когда и в модах, и в шутках царила нескромность Супруги Гюго посещали места увеселения София носила воздушное одеяние, которое, как говорил ее муж, с отвлеченной непристойностью языка того времени Дозволяли пытливому взору любоваться самыми сокровенными прелестями красавиц В Идалийском саду, на углу улицы Шайо и Елисейских полей Где показывали весьма смелые живые картины, как, например, соединение Марса и Венеры За прозрачной завесой облаков Они встретили полковника Логари, друга детства Софи Требюше Виктор Фанно Логари был уроженцем Маенны Присоединившись к революции, он сохранил аристократические манеры Приобретенные в коллеже Людовика Великого, где тогда преподавали монахи и иезуиты Он носил прекрасно сшитый синий фраг, синие короткие панталоны без выпушки Черную треуголку с крошечной кокардой и белые перчатки Короче говоря, в одежде его было строгое классическое изящество Встреча с ним доставила Софи Гюго явное удовольствие Несомненно, благородная сдержанность Логари особенно выигрывала по контрасту с шумной развязностью майора Гюго Во времена распущенности нравов молодой полковник со сверкающими, как алмаз, глазами жил без любовницы Этот стоик и мечтатель охотно читал по латыни поэтов Древнего Рима, любил и французскую поэзию У него был незаурядный, богато оснащенный ум, и он умел его показать Душа требовательная, гордая и достойной любви Полковник Логари привязался к семейству Гюго, и они, в свою очередь, платили ему дружбой Муж радовался, что нашел в его лице покровителя, близкого друга генерала Моро, которого директория послала с важной миссией в италийскую армию Жена была довольна, что у нее появился наперсник, умеющий хранить доверенные ему тайны, такой же скрытный, как и она сама В 1798 году у супруга Гюго родился сын Адель А в следующем году майор отправился в армию, так как двадцатая полубригада, в которую он получил назначение, должна была войти в райинскую армию, горделиво именовавшуюся Дунайской Он перевез жену в Нанси Адрес ее был тогда такой Нанси, в старом городе, улица маршалов, гражданки Гюго, проживающие в своей свекрови Унылая улица, угрюмый дом Желтоватый мрачный фасад, темный внутренний двор Бретонка, привыкшая к вольному воздуху, задыхала сам Ей не пришли с подушествия кровь и, главное, заловка Маргарета, которую называли уменьшительным именем Готон В замужестве Мартен Шопин Эта особа решила командовать неверской София хотела сама кормить грудью ребенка, купать его, прогуливать Но в семействе Гюго предпочитали кормить младенца из рожка А вместо купания обтирать его уголком мокрого полотенца Как и многих героев, Леопольда Гюго угнетали ссоры, происходившие между его матерью и женой Он старался каждую признать правой и обеим угодить Красавца полковника Лагари, встреченного в Идалийском саду, перевели в Нанси Он не забыл Софии, женщину серьезную, любезную в его сердцу, и у него вошло в привычку заходить побеседовать с ней Тем занимательных для них обоих было достаточно Строгие суждения о терроры, надежды на мир и подлинную свободу Восхваление генерала Моро, к которому Лагари был очень привязан Беланхолические воспоминания детства, тоска о Британии и Нормандии Встречи благоприятствовали зарождению тайной любви Вначале бессознательной и невинной В декабре 1799 года Моро был назначен командующим Рейнской армией Лагари стал начальником штаба И по установившейся с незапамятных времен традиции всех армий Майор Гюго, жена которого нравилась молодому генералу, получил все, что хотел И сам был прикомандирован к Моро Жену он сначала оставил в Нанси Ее больше, чем когда-либо, пугала жадная, чувственная страсть мужа Ибо софи снова ждала ребенка, а в тайне была влюблена в Благори Она умоляла мужа дать ей отдых от супружества И в письмах, которые майор Гюго, сам сочинявший послание в духе Сен-Пре, считал ледяными Она просила, чтобы ей дозволено было рожать в Британии Майор Гюго, госпожа Гюго, я не удивляюсь, что тебе радостно уехать из Нанси и вновь увидеть дорогих своих родственников, но радость свою ты выражаешь так восторженно, что у меня сжимается сердце Софи хотела повезти с собой в Ренадьеру маленького Абеля «Мне было бы очень неприятно, — писала она, — оставить его в краю, с которым я прощаюсь навсегда Возвратившись на родину, я оттуда никуда больше не двинусь Ты всегда будешь волен увидеться там со мной и с детьми, когда пожелаешь приехать и пожить с нами Эта враждебная позиция приводила молодого супруга в отчаяние «Софи, уже ли это ты начертала такие обидные слова?» Он заговорил даже о самоубийстве Конечно, то была литература Я уже собрался, но остановился не из страха Он не позволил жене уехать и написал ей из Авусбурга, что скоро приедет в Нанси навестить ее Я уже представляю себе, как я держу на одном колене тебя, а на другом Абеля И как мне сладочно будет целовать тебя, когда ты уже носишь под сердцем новую надежду нашу Эти картины семейного, весьма плотского счастья, нисколько не пленяли Софии Напрасно майор же описал то счастливое мгновение, когда он окажется возле нее и сожмет ее в своих объятиях Как раз этого она и боялась Однако после рождения ребенка 16 сентября 1800 года она в Нанси произвела на свет второго сына Эжена Она вынуждена была переехать к мужу в Люновиль, куда он был назначен губернатором В Люновиле она вновь встретила Логари, который был в большой милости при дворе и получил от Джозефа Бонапарта поручение вести переговоры о мире Логари показал себя при этом тонким дипломатом Своим изяществом и отточенной речью он резко выделялся среди окружавших его вульгарных людей У него манера роялиста, говорил Сигюр Что касается губернатора Гюго, он заказывал себе красивые мундиры и весьма гордился успехом своей жены, умную головку которой хвалил сам Джозеф Бонапарт Своему старому товарищу Мюсткару, назначенному губернатором Остенде, Гюго написал восторженное письмо о своей прелестной Софии и достойном всяческого уважения Логари Классическая ситуация В штабе Рейнской армии Гюго стал одним из приближенных генерала Моро Злополучная близость, ибо в 1800 году Моро разыгрывал роль соперника Бонапарта И все преданные ему люди возбуждали подозрения у нового властителя Несмотря на горячие рекомендации Джозефа Бонапарта, Гюго не получил в Рюновиле повышения в чине Друзья, заботившиеся о его будущем, добились, чтобы его назначили командиром батальона 20-й полубригады «Это назначение, — сказал он, — является для меня источником новых горестей и отвращения» Ведь командиром 20-й полубригады состоял офицер, с которым Гюго был в ссоре В 1801 году, во время путешествия из Луновилев-Безонцом, благодаря прогулке в горы, был зачат третий ребенок супругов Гюго Как сказал ему однажды отец, на горе Донон, самой высокой вершине Вагезов, среди облаков Что доказывает, насколько властным и внезапным оставался любовный пламень майора Этот третий сын родился в Безонцоне 26 февраля 1702 года в старинном доме 17 века Родители пригласили в крестные отцы генерала Виктора Лагари, а в крестные матери Мари Дезилье, супругу Жака Даляле, бригадного генерала-коменданта крепости Безонсон Поэтому и ребенка назвали Виктор Мари Фактически крещения как такового не было, восприемникам надо было только подписаться в качестве свидетелей в книге актов гражданского состояния Лагари к тому времени уже возвратился в Париж, и представителем его был генерал Делелле Ребенок казался очень хилым, и Акушер не надеялся, что он будет жив, спасли его только упорные заботы матери Гюго Мюскару У меня трое детей, дорогой Мюскар, три сына Мое поприще должно быть и поприщем моих мальчиков Пусть они идут по стопам отца, я буду доволен Пусть сделают больше, чем мне удается сделать Я благословлю день их рождения, как благословляю обожаемую мою супругу, подарившую их мне Сюда приехал мой брат, он красивый малый, пяти футов шести дюймов роста Всю войну прослужил гренадером в армии Самбра и Мезы Я добился, чтобы его произвели в сублейтенанты Есть у меня еще один брат, для меня весьма затруднительно пристроить его А между тем он прекрасный малый Получил неплохое образование и даже написал трагедию, нерешенную достоинств Он решил записаться добровольцем в армию Славные люди эти братья Гюго, все солдаты и поэты Но Леопольду пошла не на пользу его солдатская прямота В двадцатой полубригаде он по своему обыкновению вступил в неравную борьбу Со своим непосредственным начальником, полковником Гюстаром У Гюстара счетоводство находилось в весьма запутанном состоянии Гюго, не стесняясь, порицал его и был за это обвинен в пострекательстве господ офицеров к бунту Плохо дело В высоких сферах друг генерала Моро не мог рассчитывать на какую-нибудь поддержку Полковник Гюстар пожаловался на сварливый и буйный характер этого толстого майора Который носит в райинской армии синий фраг спартанцев Гюго Мюстару Он осмелился сказать, что я не был в сражениях Разбойник судил по самому себе Министерство охарактеризовало Леопольда Гюго как интригана А первый консул терпеть не мог бунтовщиков Через полтора месяца после рождения третьего своего сына Толстый майор получил приказ выехать в Марсель И принять там командование батальоном, которое предполагали направить в Сан-Доминго Убежденный, что его преследуют, что над ним нависла серьезная опасность Леопольд Гюго совершил безумство Послал свою молодую жену в Париж Поручив ей умолить Жозефа Бонапарта, генерала Кларка и Лагари Чтобы они изменили назначение и тем самым вырвали его из рук врагов Софи, хоть ей и грустно было расставаться с тремя своими малышами Согласилась поехать Она всегда любила трудные поручения Но обращаться к Лагари было, конечно, шагом неосторожным И последствия его легко было предвидеть Генерал Лагари носил теперь пышные бакенбарды И причесывал волосы а-ля Титус Объясняя своему другу Софии Гюго положение дел Он нарисовал картину далеко не утешительную Лагари долго служил посредником между своим покровителем генералом Моро, человеком нерешительным, и первым консулом, который не доверял бывшему командующему Рейнской армии, но еще щадил его Бонапарт мог бы привлечь к себе Лагари, назначив его куда-нибудь послом Он этого не сделал Лагари повернул в другую сторону и сблизился с Моро, хотя и знал, что Моро человек слабовольный Первый консул отказался назначить Лагари командиром дивизии Это означало отставка в тридцать семь лет и, несомненно, опало Лагари страдал Лицо у него пожелтело Блестящие глаза глубоко запали Софии, воинственная по натуре, настаивала, чтобы он вступил в борьбу с первым консулом Вокруг Моро увевались эмиссары Кадудаля и графа Дартуа Ван Дейко посоветовала прибегнуть к такому союзу, хотя бы для того, чтобы убрать Бонапарта Совет неосторожный, но у Софии был напористый нрав и пылкое сердце Тем временем в Марселе маленький Виктор, прежде времени отнятый от груди, был доверен Кладине, жене отцовского денщика Майор Гюго, возведенный в чин отца-кормильца, опекал трех своих сыновей, воспитывал их как мог И все заверял Софии в своей супружеской любви Я велел им поцеловать твое письмо и дал им от имени обожаемой мамы конфет Хоть я и молод, а в этом городе царят соблазны, не бойся ничего Ты увидишь меня достойным твоих целомудренных поцелуев Доверчивый супруг, терзаясь долгим отсутствием жены, старался успокоить себя Ни одна женщина не любит мужа сильнее, чем ты Я был бы очень несчастен, если бы тут ошибался Самый склад фразы доказывает, что у него имелись некоторые сомнения на этот счет 1 января 1803 года он пишет своей Софии о детях Сегодня Адель пришел ко мне с поздравлением, а толстяк Эжен, стоя за ним, повторял его слова Оба были такие забавные Если ты предвидишь, что старания твои бесполезны, сократи время моего вдовства Возвращайся, чтобы утешить меня Раз уж нельзя отвратить беду, я буду менее несчастным, если буду царить над тобой В июне 1803 года Виктор, которому было тогда шестнадцать месяцев Потребовал, по словам майора, свою мам-ма А на самом-то деле он совсем ее не знал Госпожа Гюго была тогда в замке Сен-Жюст, в лес Вернона, в обществе лагари, попавшего в немилость Клуб Моро продолжал открыто поносить Бонапарта, и тот покарал смельчаков Несмотря на ходатайство Софии перед Джозефом Бонапартом, майора Гюго послали на Корсику С тремя маленькими детьми он отплыл на корабле в Бастию, старинный город с высокими угрюмыми домами Возвратись, моя дорогая Софи, в объятия твоего верного Гюго, — писал он жене Будь спокойна за мою верность Помимо того, что здесь опасно ухаживать за женщинами, ибо кроме возможности подхватить какую-нибудь болезнь Следует еще остерегаться ударов стилета В душе моей не угасает воспоминание о тебе Не меркнет твой дорогой образ Я не могу причинить тебе огорчение, зная, что кара, грозящая мне, станет для меня смертельной мукой Кара, однако, предшествовала проступку Госпожа Гюго едва отвечала на письма, а покинутый отец должен был заботиться о малыше, у которого прорезывали зубы Он напоминал легендарного воина, — говорил Сэндбёв Великана, который, собрав свой шлем трех пухленьких малюток с ангельскими личиками И без труда несет их в походе от привала к привалу, проявляя о них материнскую заботу Абель ходил в школу Эжен, толстяк с румяными щечками и белокурыми кудряшками, был любимцем всех дам Виктор оставался хилым и грустным ребенком У него была огромная голова, слишком большая для его худенького тельца И от этого он казался уродливым карликом Часто бывало, что он забивался в какой-нибудь уголок и молча проливал слезы, никто не знал почему Отец доверил его женщине, которая должна была водить его гулять С первых же дней мальчик не взлюбил ее Он сердился, что она не умеет говорить по-французски Он называл ее «кать-сива» — злая Можно представить себе, что творилось в сердце этого ребенка, оставленного матерью Этого чахлого малютки, совсем не похожего на двух старших братьев-крепышей Так закладывалось основу мрачного характера, которое порой проглядывало сквозь необыкновенную жизненность Виктора Гюго В 1803 году батальон перевели на остров Эльбу И только там, в Порто-Фераджо, госпожа Гюго соединилась наконец со своей семьей Муж настойчиво звал ее Все удивляются, что ты не приезжаешь и что дети оставлены на меня Уже начались всякие толки Софи хорошо знала, зачем она едет Увезти в Париж троих своих сыновей, которых она обожала, и встретиться там с лагарин Она рассчитывала добиться согласия майора, полагая, что при его пылкости, хорошо ей известной Он, должно быть, уже завел любовную интригу и захочет получить свободу И действительно, как только госпожа Гюго приехала, добрые души оповестили ее, что майор сошелся на острове с девицей Катрин Тома Отец которой служил экономом в госпитале, но был уволен за растрату Хоть София и сама была виновата перед мужем, она проявила негодование, отвергла любовное домогательство Гюго и уехала обратно в ноябре 1803 года В Порто-Фераджо она прожила меньше четырех месяцев В дальнейшем она заявляла, что муж совсем не уговаривал ее остаться Что он желал получить свободу, чтобы сожительствовать с любовницей Несомненно, майор Гюго был слад перед плоскими соблазнами И все же он предпочел бы любовницам свою жену, если бы она сделала терпимой совместную жизнь Но конфликт между женой и мужем исходил из разницы в темпераменте Майор Гюго жене 8 марта 1804 года Прощай, Софи Помни, что меня точит червь желание обладать тобой Помни, что в моем возрасте страсти отличаются особой горячностью И что хоть я и ропщу на тебя, а чувствую потребность прижать себя к своему сердцу Если бы жена вернулась раньше, утверждал майор, он никогда бы ей не изменил Да, я хочу принадлежать тебе одной Но чтобы принадлежать тебе одной, нужно, чтобы я никогда не испытывал холодности с твоей стороны И ты никогда бы не отталкивала меня А иначе лучше уж жить раздельно Это еще не был полный разрыв Леопольд Гюго любил своих сыновей Он признавал свои ошибки, но ответственность за них возлагал на жену Можно ведь в моем возрасте и с моим, к несчастью, пылким темпераментом иной раз и забыться Но в этом всегда виновата была ты сама Я еще слишком молод, чтобы жить в одиночестве Слишком крепок здоровьем, чтобы меня не влекло к женщинам Я люблю, скажу больше, я буду все еще обожать твою жену Если моя жена пожелает признать, что мне необходима ее любовь и ее ласки Но я могу быть благоразумным только близ своей жены Итак, дорогая Софи Я думаю, что гораздо лучше было бы для меня произвести с тобой на свет еще одного ребенка Чем бросить тебя ради другой женщины И знать, что дети мои растут вдали от любящего взора отца Я чувствую в тебе достаточно душевных сил, чтобы составить счастье той, которая пожелает судить обо мне без предубеждения В смысле телесном, скажу по секрету только тебе одной Я никогда еще не чувствовал себя так хорошо, как сейчас В смысле образования я много приобрел за время твоего отсутствия Обезоруживающая откровенность, которую могла бы тронуть, но Софи любила другого На обратном пути в Париж, очень долгом и трудном Она радовалась, что покажет логари троих своих сыновей Крепыша Аделя, белокурова кудрявая жена и нежного, чувствительного малыша Виктора Когда экипаж остановился на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, у конторы почтовых карет Она была удивлена, что не видит логари, которого она известила о своем возвращении Она побежала в резиденцию генерала На двери были наклеены два объявления В них сообщалось, что разбойники-раэлисты покушались убить первого консула Народ Парижа призывали доносить на их сообщников и содействовать их арестам Далее приводился список заподозренных лиц Среди них Софи прочла Виктор Клод Александр Фанно Лагари Она была потрясена, но не удивлена Что Моро участвовал в заговоре против Бонапарта Что он называл конкордат поповщиной и отказался от ордена почетного легиона Что он окружил себя иностранцами, иммигрантами и идеологами реализма Что его теща и жена явно ему содействовали Все это София знала еще до своего отъезда Что Лагари настраивал Моро против первого консула И хоть считал себя республиканцем, готов был под влиянием Софи Посоветовать Моро заключить временный союз с раэлистами Это она тоже прекрасно знала Моро, который был в прошлом якобинцем И все еще сохранял якобинской душок Долго держался в стороне К тому же он стал теперь владельцем замка Грубуа Растолстел, был сластолюбцем И принадлежал к породе тех полководцев, кто способен привести свои войска к берегам Рубикона Но вместо того, чтобы перейти его, устроить там пиршество Лагари был единственным энергичным человеком в его окружении Поэтому полиция первого консула тотчас решила арестовать его Придавая этому особую важность Префектом были сообщены его приметы Рост 5 футов, 2 дюйма Волосы черные, зачесаны на лоб Брови черные Глаза черные, довольно большие, глубоко сидящие Желтоватые круги под глазами Лицо попорчено оспой Смех язвительный Была еще одна характерная примета Несколько искривленные от верховой езды ноги Полиция искала его повсюду В Маенне, затем в замке Сен-Джуст И, наконец, в Париже У его друга, в доме номер 19, на улице Клеши Нигде его не нашли А он укрывался на другой стороне улицы, в доме номер 24 У госпожи Гюго Которая за несколько дней до того поселилась там со своими сыновьями Впрочем, он оставался у нее только 4 дня И, не желая подвергать свою подругу опасности, вновь повел китайческую жизнь изгнальника Наполеон Бонапарт, будто бы по природному милосердию и соображениям практическим Выразил желание, чтобы молодой генерал эмигрировал в Соединенные Штаты И постарался бы, чтобы о нем позабыли Но Лагарий остался во Франции И время от времени появлялся переодетым на улице Клеши, где его всегда принимали с нежностью Мне снятся войны Самые ранние воспоминания Виктора Гюго связаны с домом на улице Клеши Он помнил, что в этом доме был двор, а во дворе колодец Около него каменная колода для водопоя, и над нею раскинулась Ива Помнил, что мать посылала его в школу на улице Монблан Что о нем больше заботилась, чем о двух старших братьях Что по утрам его водили в комнату мадемуазель Розы, дочери школьного учителя Что мадемуазель Розы, еще лежавшая в постели, усаживала его возле себя И когда она вставала, он смотрел, как она надевает чулки Первое пробуждение чувственности оставляет у ребенка глубокие следы И запоминается ему на всю жизнь Как бы то ни было в стихах Гюго мы часто встречаем идиллические картины разувания Женские встроенные ноги в белых или черных чулках и маленькие босые ступни Реопольда Гюго послали в Италию Жузеф Бонапарт, мягкий человек, литератор, превратившийся против своей воли Но по воле знаменитого брата в полководца Получил приказ завоевать неаполитанское королевство Он знал майора Гюго, служившего под его началом в Луновиле И благоволил к нему В Париже министерство долго противилось каком бы то ни было продвижении офицера Компрометированного дружбой с Моро и Лагари А мужа, который жил где-то далеко и почти что в разводе с нею Софи Гюго вспоминала лишь для того, чтобы попросить у него денег Он с ворчанием посылал ей половину своего жалования А когда его субсидии становились нерегулярными Лагари, еще имевший тайные резервы, брал на себя заботу о семье Наконец, Леопольдо Гюго выпал случай отличиться Захват неаполя вызвал в горах Калабрии восстание Брави Полупатриотов-полуразбойников Самый смелый из их вожаков, Микель Мецца По прозвищу Фразьявола, скорее партизан, чем бандит, боролся с оккупантами и был после кровавой стычки взят майором в плен Это создало Леопольду Гюго огромную славу и дало основание Жозефу Бонапарту назначить его губернатором провинции Авеллино, а также произвести его в полковники А положение Лагари в это время, 1807 год, ухудшилось Его денежные средства истощились Ощущение затравленности придавало его лицу напряженное выражение Челюсти его, как у больного столбняком, все время непроизвольно двигались Всегда находясь в бихорадочном возбуждении, в тревоге, он жалел о тех днях, когда солдаты свободы весело входили в баварские и тирольские города И проклинал тирана, которым был теперь уже не Людовик XVI, а император Наполеон Когда Софи Гюго увидела, что ее другу нельзя больше появляться в Париже, где его подстерегает Фуше, что у нее скоро не будет денег для пропитания детей, она написала мужу, что готова послушаться его вещевания и вернуться к нему Однако он уже не хотел этого Я вовсе и не думаю требовать, чтобы ты приехала Ты сама виновата, что у меня пропало желание жить совместно с тобой, тем более, что я не имею прочного положения Нужда пишет свои законы Софи не посчитала с таким заявлением и в октябре 1807 года, не предупредив мужа, отправилась к нему в Италию Маленькому Виктору было тогда только пять лет Но он был очень впечатлительный и наблюдательный мальчик Ему на всю жизнь запомнилось, как он ехал через всю Францию в Дирижанте Запомнилась гора Сеней и то, как хрустили льдинки под полозьями саней Как подстрелили орла Как останавливались на привал, чтобы поесть А главное, запомнились ему висевшие на деревьях человеческие обрубки, еще красные от крови Вместе с братьями он смотрел на них в окошко кареты, на которые налепил от скуки крестики из соломинок Ужас, который внушали ему смертные казни, пытки и виселицы, антитеза виселицы и крест Все эти мысли, преследовавшие его до самой смерти, первые свои корни пустили в его душе еще в детстве Пищи им дали сильные впечатления ребенка Госпожу Гюго, любившую бретонские сады больше, чем пышные цветы юга, занимали только поиски пристанища Но дети были очарованы Неаполем, сверкающим на солнце в белом своем одеянии с голубой бахромой А с какой гордостью они увидели в конце своего путешествия отца, встретившего их в полковничьем парадном мундире Да почувствовали, что они сыновья губернатора и принадлежат к стану победителей Средь народов покорных я был без охраны, удивляюсь вниманию и робости странной Неужели ребенок внушил им испуг? Или Франции я называл, нежданно чужеземцы бледнели вокруг Виктор Гюго, мое детство, оды и баллады, примечания редакции По правде сказать, полковника Гюго, проживавшего в губернаторской резиденции совместно с девицей Тома Ашаламил нежданный приезд жены, но он был славный человек, он любил своих сыновей Семью он устроил в Неаполе и на несколько дней открыл ей двери своего дома в Авеллино Предварительно выпроводив оттуда Катрин Тома Каждый ребенок живет в волшебной сказке Но сказка первых лет жизни Виктору Гюго кажется особенно волшебной Три мальчика, три брата, живут в Италии, в старинном дворце Мраморные стены которого испечрены трещинами Неподалеку глубокий овраг, и в нем густая тень от орешника В школу уходить не надо, полная свобода, атмосфера летних каникул Прелесть ее Гюго любил всю жизнь Всемогущий отец Дети почти не видели его, но время от времени он появляется и для забавы своих сыновей Готов скакать верхом на свои длинные сабли в ножнах А во дворе его всегда почтительно ждут всадники в блестящих касках Отец, которого любит брат императора, король неаполитанской Отец, который приказал занести в списки своего полка маленького Виктора И с этого дня малыш считал себя солдатом Дети с восторгом запускали руки в густую бахрому золотых отцовских и полет В письмах полковник с любовью говорил о своих сыновьях Виктор, самый младший, выказывает большие способности к учению Он такой же положительный, как старший брат и очень вдумчивый Говорит он мало и всегда уместно Меня не раз просто поражали его рассуждения Личико у него очень кроткое Все трое славные ребятишки, они очень дружны между собой Двое старших чрезвычайно любят младшего Так жаль, что их не будет со мной Но здесь нет возможности дать им образование Придется всем троим ехать в Париж Но не в том была истинная причина Между полковником и его женой не произошло примирения Девица Тома и Виктор Лагари слишком хорошо были видны на горизонте Любовница требовала, чтобы супруга уехала Супруга отказывалась играть роль любовницы Дети угадывали, что в семье идет какая-то таинственная борьба Но весьма смутно понимали из-за чего Они гордились с отцом и сознавали, что он чем-то обидел обожаемую ими мать Все трое с грустью простились с мраморными дворцами В Италии они вновь встретились с обоими детьми Пьера Фуше, приятеля их отца Секретарь трибунала выхлопотал в себе временное назначение инспектором по поставкам провианта для Италии В Париже к этому времени число судебных процессов сократилось Уменьшились доходы судейских канцелярий И Пьер Фуше мечтал о военных поставках, на которых люди наживали тогда состояние Маленькому Виктору Фуше было в ту пору пять лет Его сестре Аделе четыре года Это была рассеянная мечтательная малютка С челом, поглощенным лучами солнца, со смуглыми плечиками Три мальчика Юго приняли ее в свою компанию Вместе играли в шары, которых заменяли апельсины Но госпожа Фуше, равнодушная с ярким краском Неаполя Сожалела об улице Шершмиди и финистом саде при Пулузском подворье Семейство Фуше уехало из Италии почти в то же время, как и госпожа Юго со своими сыновьями Мальчикам все равно не пришлось бы долго оставаться в Неаполе Так как Леопольд Юго вскоре после их отъезда был вызван в Мадрид с Жозефом Бонапартом Возведенным в сан короля Испании и обеих Индий Император перемещал монархов, как перемещает полковников Леопольд Юго отказался от всяких попыток вернуть себе свою жену Но не отрекся от забот о своих детях Совесть у тебя спокойна И мне тоже не в чем упрекнуть себя Но чтобы оправдать одного из нас, нужно было бы возложить всю вину на другого Предоставим времени затушевать воспоминания о сложившихся роковых обстоятельствах Воспитывая детей в должном уважении к нам обоим Дай им надлежащее образование Старайся, чтобы они способны были когда-нибудь приносить пользу Отдадим им всю свою привязанность Ибо мы-то уже убедились, как нам вместе трудно ужиться В этом письме есть и чувство достоинства, и некоторая доброта Рубака с длинной саблей был человеком душевным Париж, февраль 1809 года Госпожа Гюго, которая могла теперь рассчитывать натрия вскоре и на 4000 франков содержания, высылаемого ей мужем Наняла в доме номер 12 на улице Филиантинок просторную квартиру В первом этаже здания старинного монастыря, основанного Анной Австрийской Гостиная, почти что дворцовый покой, полное света и пения птиц, имела величественный вид Над стенами ограды возвышался Вальдеграсс, изящным своим куполом, похожим на тиару, завершавшуюся карбункулом При доме был огромный сад Парк, лес, поляны, аллеи, обсаженные старыми каштанами, где можно было повесить качели Высохший водосборный колодец, весьма пригодный для игры в войну Множество цветов, девственный лес в воображении ребенка Здесь мальчики на каждом шагу делали открытие Знаешь, что я нашел? Ты ничего не видел? Вон там, вон там Радость усиливалась, когда в воскресенье приходил из лицея Адель, и братья показывали ему этот рай Я вспоминаю себя ребенком, смеющим сырумяным школьником, когда я играл, бегал, смеялся со своими братьями в длинной аллее тенистого сада, где протекли первые годы моей жизни В старой усадьбе монахинь, над которой возвышался свинцовой своей главой купол Вальдеград Виктор Гюгос, последний день приговоренного к смерти Примечание редакции Мои учителя В кудрявом детстве, помню, их было трое Мать, священник, сад укромный Стенистый старый сад За каменной стеной он тихо прятался, таинственный, густой, лучистые цветы глядели там в глаза мне, букашки и жучки там бегали по камню Сад полный от звуков, там был лужок и лог, а дальше словно лес, священник-старичок был в Грецию влюблен, в священный град Приама, и в Тацита, а мать была, ну, просто мама Виктор Гюгос, собрание сочинений в 15 томах, том 1, гослит издат, Москва, 1953-1956 В саду на улице Филентинок в 1813, лучи и тени, перевод в Ольденый В дальнейшем ссылки на это собрание сочинений даются сокращенно Примечание редакции Этот старик-священник, отец Ла-Ривьер, точнее, Де-Ла-Ривьер, был монах Растрига, женившийся в годы революции на своей служанке, так как предпочитал лучше расстаться с обетом безбрачия, чем со своей головой Он содержал с женой маленькую школу на улице Сен-Жак Когда он хотел было посадить Виктору Гюго за букварь, то заметил, что малыш уже умеет читать, сам научился Но отец Ла-Ривьер, вскормленный Тассот и Магомером, мог преподать своему ученику латынь и греческий язык Мальчик переводил с ним эпитоме де вирис Эпитоме — сокращенное изложение, латынь, сочинение Помпия Трога Де вирис — о мужах, латынь, сочинение Ламона Примечание редакции Квинта Курция, Вергилия Грамматические формы латыни внушали ему какое-то уважение Он безотчетно полюбил этот сжатый и сильный язык И все же подлинным учителем для него был сад Именно там Виктор Гюго научился вглядываться в прекрасную и грозную природу Там он любовался ромашками, золотыми шарами, барвинком Там он видел так же, как грозуны пожирают птиц, птицы пожирают насекомых, а насекомые пожирают друг друга Он сам предавался жестокой забаве, ловил шмелей в цветах шток розы, внезапно пальцами сжав лепестки Рана развивалась мысль ребенка, и он задумывался, замечая эту всеобщую бойню Все три брата были любознательны и беспокойной натуры, одинаково открыты и восторгу и смятению И самое прекрасное, что находили они в саду, как раз было то, чего в нем на самом деле не было Они унаследовали от отца богатое, порой необузданное воображение У пересохшего колодца они подстерегали глухого Выдуманное ими чудовище, черное, мохнатое, липкое, покрытое волдырями Они никогда не видели этого глухого и знали, что никогда его не увидят, но им нравилось пугать друг друга Виктор говорила жену, пойдем к глухому Все жуткое и таинственное привлекало их Слова «черный лес» пробуждали в душе маленького Виктора Образ, вполне совпадающий с таким названием, как это свойственно детям Я представлял себе какой-то волшебный, непроходимый, страшный лес Сумрак среди высоких деревьев, глубокие овраги, затянутые туманом Над его кроватью висела черно-белая гравюра, где изображена была древняя развалившаяся башня на берегу потока Мрачные, полные ужаса, руины Эта картина, запечатлевшаяся в мозгу ребенка, несомненно, способствовала развитию него склонности к резким контрастам, к игре света и тени Башня была не что иное, как мышиная башня С этой башней связано множество средневековых легенд, примечания редакции А поток — рекой Рейном В усадьбе филеонтинок сохранились на каменных стенах ограды, среди замшелых планок, стрельяжей, следы переносных алтарей, ниши, в которых когда-то стояли статуи Мадонн, обломки распятий, а кое-где и надпись «Национальное имущество» В глубине сада была старая развалившаяся часовня, которой завладели цветы и птицы Некоторое время госпожа Гюго запрещала сыновьям подходить к часовне Она прятала там лагари, которого искала императорская полиция, как участника заговора Муро Давать ему убежище, значило рисковать своей головой Храбрая бретонка, выросшая среди заговоров, пренебрегла опасностью Как-то дети обнаружили в часовне господина де Курленде, вымышленная фамилия Он стал приходить в дом и ел вместе со всеми Мальчики когда-то видели его мельком на улице Клеши, но с тех пор он очень изменился Теперь перед ними предстал человек среднего роста, с блестящими глазами, с изможденным лицом, слегка рябоватый, черноволосый, с черными бакенбардами Человек почтенного вида, сразу же внушивший им уважение В часовне для него за алтарем была поставлена походная кровать В углу лежали его пистолеты и томик Тацита и Ноктава, в восьмую часть листа, латынь, примечание редакции Которого он заставлял своего крестника переводить Однажды он посадил Виктора себе на колени, раскрыл этот томик, переплетенный в пергамент И прочел вслух «Урбем роман а принципио регес хабуэре» Городом Римом вначале владели цари, латынь, примечание редакции Прервав себя, он сказал «Если бы Рим не свергал своих властителей, он не был бы Римом» И нежно глядя на мальчика, он добавил «Дитя свобода превыше всего» Изведав бремя тирании, он теперь преклонялся перед свободой Это стало для него религией Мальчики привязались к господину Курлянде, которым восторгалась их мать Они смутно понимали, что император преследует его И были на стороне преследуемых против властителей По воскресеньям в монастырь Филентинок, кроме Абеля, приходили два других товарища в играх Виктор и Адель Фуше Мальчики еще были в том возрасте, когда они презирают девчонок Виктор Гюго, повесивший под каштанами качели, милостиво позволял маленькой Аделе покататься Она усаживалась на них с гордостью, но с трепетом сердечным И просила, чтобы ее не заносили так высоко, как в прошлый раз А то бывало, что мальчики предлагали Аделе сесть в старую колченогую тачку Завязывали ей глаза, мчали ее по аллеям А Адель должна была угадывать, где она находится Если она плутовала, платок стягивали крепко-крепко до синяков И строгие голоса спрашивали у нее «Куда ты приехала?» — отвечай А когда мальчикам надоедало играть с ней, они вытаскивали в огороде подпорки для гороха Обращали их в пики и устраивали сражение Виктор, самый маленький, старался превзойти всех Лагари прожил на улице Филиантина к полтора года Никто его не видел, не слышал, не знал о нем Выражение лица у него опять стало спокойным Он ждал, что наступит время милосердия и свободы Он думал, что накануне брака с эрцгерцогиней Луизой Император почувствует себя достаточно сильным, чтобы забыть обиды первого консула Поэтому он нисколько не удивился, когда в один прекрасный день Человек, посланный госпожой Лагари, его матерью Пришел сообщить ему, что господин Дефермон, председатель избирательного корпуса Майенны Говорил о нем с императором И тот ответил, а где же сейчас Лагари, почему он не показывается Генерал Лагари стомился с заточением Ему приходили теперь всякие безумные надежды Что император вспомнил о его заслугах Что теперь начинает чувствовать недостаток в талантливых людях И решили дать ему применение В июне 1810 года вместо Фуше министром полиции был назначен Савари Старый товарищ Лагари Они были на ты Почему бы изгнаннику не пойти к новому министру и не открыться ему с полным доверием? Софи Гюго настойчиво отговаривала его от такого шага Разве можно доверять этим людям? Но 29 декабря Лагари, не предупредив ее, отправился к Савари Он возвратился торжествующий Министр крепко пожал ему руку и сказал До скорого свидания Госпожа Гюго затрепетала На следующее утро, когда семья собралась за завтраком Господин Курленде в халате Госпожа Гюго в теплой стеганой блузе и в утреннем чепчике Раздался звонок Служанка Клодина доложила, что пришли какие-то двое Спрашивает господина Курленде Он вышел На землю густо падали хлопья снега Послышался глухой стук колес Клодина вбежала с криком Ах, сударыня, они увезли его! Лагари заточили в башню Венцентского замка Маленький мальчик с высоким лбом был свидетелем драматической сцены И запомнил волнение ее участников Знал ли он, кем был лагари для его матери? Дети не знают таких вещей Лишь смутно их чувствуют А когда сыновья все поняли Их любовь к матери была так велика Что они никогда ни единым словом Не касались этой стороны ее жизни В Венцентском замке Лагари держали в одиночной камере В секретном отделении И София не могла сообщаться с ним Наконец, в июне 1811 года Свидания с ним были разрешены Но тогда она уже была в Испании И вот почему Леопольд Сигизбергюго Стал генералом в армии короля Жозефа Важным сановником при его дворе И графом Сигуэрнца Испанский титул Король осыпал его почестями и наградами Луи Гюго Брат генерала Веселый, красноречивый, обаятельный человек Явился на улицу Филиантинок И стал уговаривать невестку Примириться с мужем Его блестящие сабли Его рассказы об Испании Его ореол военного человека Произвели глубокое впечатление на племянников Им он казался кем-то вроде Архангела Михаила А то, что он рассказывал, было крепительно прекрасным И вместе с тем ужасным Супругу генерала Гюго Губернатора трех провинций Ждет в Испании высокое положение Она будет графиней Будет богата Король Жозеф пожаловал генералу в дар миллион реалов При условии, чтобы он обосновался в Испании И купил себе там имение Ведь это обеспеченное будущее Но дядя Луи рассказывал также о расстрелах О сожженных монастырях О бандитах, устраивающих засады Жена генерала Гюго и ее дети могут проехать Только под охраной вооруженного конвоя Луи Гюго не удалось убедить невестку Но вскоре парижские банкиры Терно Уведомили госпожу Гюго, что муж прислал ей деньги 51 тысячу франков Для того, чтобы она купила себе дом во Франции Дело уже становилось серьезным Если действительно генерал Гюго вознесся на вершину почестей Разве она имеет право лишать своих сыновей удачи в жизни? О своем решении она сообщила королю Жозефу через его эмиссаров Король хорошо знал Софию Гюго Он еще в Луновиле оценил по достоинству ее ум и ее изящество Ему досадно было, что генерал Гюго, один из видных сановников его двора Компрометирует себя перед всей Испанией сожительством с какой-то девицей Тома Авантюристской, именуемой теперь графиней де Салькану Король пожелал, чтобы приехала законная жена И потребовала свое законное место у семейного очага Жозеф Бонапарт расточал госпоже Гюго всяческие заверения Она уступила На следующий же день она подарила Эжену и Виктору словарь и грамматику испанского языка Через полтора месяца эти одаренные мальчики уже знали достаточно, чтобы их могли понимать Весной 1811 года госпожу Гюго уведомили, что формируется обоз И что она должна присоединиться к нему в Байонне Она взяла у банкиров Терно 12 тысяч франков на дорожные расходы Выправила паспорт на имя госпожи Гюго, урожденной Требюше де Ля Ренадьер И наняла целый дилижант, который довез ее от Парижа до Байонны Она ненавидела путешествия А для ее сыновей переезд был упоительным приключением Им понравились и удобные кареты И города, через которые они проезжали У Виктора был острый взгляд И такая цепкая память, что 20 лет спустя Он верно нарисовал две прекрасные башни Ангулемского собора Которые видел лишь мельком Всю жизнь он помнил Байонну, где пришлось прожить месяц в ожидании обоза Помнил театр, где они сидели в ложе, обтянутой красным калинкором И семь раз смотрели мелодраму разваленного Белона Помнил те вечера, когда все три брата Испачкав разноцветными мазками чашечку в ящиках для красок Размалевывали картинки в книге, подаренной им логарифт «Тысяча и одна ночь» А больше всего запомнилась Виктору 14-летняя девочка С ангельским лицом, исполненным чистой прелести, как у дев Вергилия Она читала ему вслух, сидя на садовой скамье Он стоял позади чтицы, но не слушал Он весь поглощен был ее созерцанием Дивился матовой белизне ее тонкой шейки Когда ветер заворачивал косынку на ее плечах, он с каким-то странным смешанным чувством неловкости и восхищения видел округлую белую грудь, тихонько поднимавшуюся и опадавшую в тени, пронизанной теплыми беглыми отблесками солнца Не раз случалось, что в такие мгновения она вдруг поднимала свои большие голубые глаза и говорила мне «Виктор, ты что не слушаешь?» Я терялся, краснел, трепетал Я никогда сам не осмеливался ее поцеловать Но иногда она подзывала меня и говорила «Ну, поцелуй же меня» В день отъезда я испытал две великие печали Грустно было разлучаться с ней и выпустить на волю своих птиц Байонна осталась в моей памяти как что-то дорогое, милое, праздничное К ней восходят самые ранние воспоминания моего сердца О, года наивности, но уже возникающих нежных волнений Именно в Байонне я увидел, как в тайнике моей души Забрежил первый невыразимый свет Божественная заря любви Супругу генерала Гюго, графиню Десси Гуэнса Везде в пути встречались с почетом Огромный парадный экипаж в стиле рококо Запряженный шестеркой лошадей или жумулов И нанятый на весь переезд за 2400 франков Был куда внушительнее, чем кареты других путешественников Испанским герцогиням приходилось уступать ему дорогу Как было неважничать трем мальчишкам-подросткам Виктору сразу полюбилась Испания Земля контрастов Пейзажи то веселые, то мрачные Залив Фонтараби, блестевший вдали, как драгоценный камень Первый город, который он увидел в Испании, назывался Эрнани Мальчика поразил его облик, благородный, гордый и суровый Он увидел кастильских овчаров В руках которых пастуший посох казался скипетром В пограничном городе Ируни Узкие улицы, черные дома, деревянные резные балконы и крепостные ворота Очень удивили маленького француза, выросшего среди мебели красного дерева стиля ампир Его глаза, привыкшие видеть кровати с легким пологом, усеянным звездами И вечные подлокотники кресел в виде лебединой шеи и бронзовых позолоченных сфинксов, украшавших подставки для дров в каминах Теперь с каким-то испугом смотрели на тяжелые балдахины, нависавшие над постелями На массивное столовое серебро с изогнутым выпуклым орнаментом Окна с мелкими стеклышками в свинцовом переплете Но самая эта необычность нравилась ему Даже скрип испанских телек, такой жалобный, такой резкий, казался ему приятным Никогда Виктор не забывал строгого и твердого звучания испанской речи Недаром же у всякого, кто слышит ее, безотчетно, так сказать, машинально Возникают в душе величественные образы, исполненные бурных чувств, блеска, яркой красочности и страсти В испанских церквах он видел странные статуи святых, то истекающих кровью, то одетых в золотую парчу Видел над церковными порталами стенные часы в обрамлении шутовских и фантастических фигур В Испании уродов видишь в повседневной жизни На улицах встречаешь нищих, как будто сошедших с полотен Гои и карликов Веласкеса Вокруг обоза кишели обитатели двора чудес Цепкая память мальчика схватывала терстрые картины Грозные силуэты дозорных на вершинах утесов и трупы бандитов, расстрелянных на краю дороги Ужасные картины Рассказы про вожатых дополняли их Генерал Гюго, говорили они, приказал выбросить из окна дезертиров испанцев И они разбились, упав на землю Его солдаты перестверяли всех монахов в какого-то монастыря А повстанцы, говорят, подвергали пыткам женщин и детей Выпускали им кишки, сжигали заживо Устроив засаду в ущельях, партизаны подстерегали караваны Мальчиков-французов преследовали ведение войны и смерти После бесплодного Костильского плоскогорья Им очень понравился Мадрид Его розовые дома и зелень Но отца они там не нашли Ничего не зная о приезде Софии Гюго, вызванной в Испанию королем Жозефом Генерал находился в своей резиденции с девицей Тома Которую он привез с собой из Неаполя, переодетой в мужской костюм Генеральшу поместили с почетом во дворце Мастерано В великолепных апартаментах Красный узорчатый шелк, гобелены, богемский хрусталь, китайские вазы, венецианские люстры Рисунки Рафаэля и Джулио Романо Маленькому Виктору отвели красивую спальню Где стены обиты были желтой парчой Лежа в постели он видел образ богоматери семи скорбей В платье с затканным золотом и вышитым золотой гладью Но с сердцем пронзенным семью мечами Управляющий называл госпожу Гюго ваше сиятельство Но ребенок чувствовал, что тут во всех сердцах горит пламя восстания Во дворце Мастерано была портретная галерея Там часто находили Виктора Мальчик молча сидел в уголке И рассматривал испанских грандов с надменными лицами Мутно догадываясь, что весь этот старинный род Да и вся нация проникнуты гордостью Он мог ходить по роскошным покоям, как сын победителя Но оставался чужестранцем, незаконно в топшем сосуда Смотрел ли он на алтаре в стиле поздней готики Или на портреты сеньоров в крахмальных плайонных воротниках Он знал, что испанцы окрестили Наполеона по-своему Наполевор Отношение к императору стало мальчика двойственным Как всякий французский ребенок он восторгался Наполеоном Считал его героем Но вместе с матерью и лагари ненавидел его как тирана Та же двойственность была и в его отношении к отцу Виктор гордился, что он сын генерала, графа Гюго, губернатора трех провинций Что благодаря отцовскому имени он живет в красивом дворце А вместе с тем в душе все возрастала обида на отца За то, что он сделал маму такой несчастной Он испытывал тайное смущение при мысли, что генерал преследует в Испании испанцев Так же, как он преследовал в Италии патриотов, называя их бандитами Когда Виктор сидел тихонько в галерее предков И придумывал всякие романтические истории Он охотно представлял себя в роли преследуемого изгнанника Который возвращается на родину триумфатором Именно в Мадриде вспыхнуло у него первое чувство, крепко связавшее его с Испанией В больших покоях дворца Мастерано с росписью на плафонах и стенах Он встретил шестнадцатилетнюю Пепиту, дочь маркизы Монте-Эрмосо Одной из возлюбленных короля Жузеппо В Испании столь сердцу милый Однажды в ранний час весной, а мне тогда лет восемь было Пепита встретилась со мной и молвила с улыбкой чинной Я Пеппа, поклонившись мне Я почитал себя мужчиной там, в завоеванной стране Ее шиньон был в тонкой сетке с каскадом золотых монет И в пламенных кудрях кокетки струился золотистый свет Под солнечным лучом блистали жакета бархат голубой Муар на юбке цвета стали и шальской мою кружевной Дитя, но женщина И Пеппе не покориться я не мог Сковали душу мне, как цепи, одетые в бархат локоток Янтарное колье на шее, куст роз под стрельчатым окном Пред ней дрожал я цепенея, как жалкий птенчик пред орлом В смущении, сам себя не слыша, я что-то ей пролепетал Она шепнула строго, тише, но пыл мой только жарче стал А тут же во дворце, где в зале, от витражей полутемно Солдаты с домино играли и пили старое вино Виктор Гюго, песни дедушки о днях его детства Пепита, искусство быть дедом Перевод Шафаренко, примечание редакции Шел июнь 1818 Король Жозеф находился в Париже по случаю крещения Короля Римского Кто же сообщил генералу Гюго о приезде его семьи? Госпожа Гюго еще раз обратилась к своему обязательному Деверю Луи Известие было встречено бурным гневом С губернатором Гвадалахара чуть не случился удар Как эта женщина, отказывавшаяся быть ему женой, вздумала Преследовать его даже в Испании Он тотчас приказал составить прошение о разводе Ввиду важного оскорбления, нанесенного ему как мужу А пока что до решения дела в суде Он требовал, чтобы дети оставались при нем Пора положить конец их постоянным каникулам, заявлял он Пусть Абель будет одним из пажей короля Жозефа Его оден в красивый голубой мундир с серебряными актербантами Эжена и Виктора отдадут в дворянский коллеж Монастырь святого Антония Аббатского На поступление туда им давал право графский титул, полученный их отцом в Испании Мрачное здание, еще более мрачные наставники Маленьких французов принял на свое попечение худой и бледный, угрюмый монах Дон Базилио Оставшись одни во внутреннем дворе, они разрыдали Ночным надзирателем, следившим за дартуаром, где спали 150 школьников Стоял горбун в красной шерстяной куртке, синих коротких панталонах и желтых чулках Настоящий придворный шут Испанцы называли его Корковета Горбун, испанский, примечание редакции Ученики должны были по очереди исполнять обязанности причетников в церкви Но Софи Гюго, вольтерианка, женщина неверующая, сказала Дону Базилио, что ее сыновья не католики, а протестанты С ними, однако, обращались уважительно, так как их отца было опасно задевать, и к тому же они, к удивлению монахов, проявили большие познания В какой же класс их посадить? Горбун де Бельверана А Виктор — безобразным, рожеволосым и курчавым парнем по фамилии Элеспуру Коллеж для них стал адом А между их родителями отношения все ухудшались Возвратившись в Мадрид, король Жозеф нашел там бесчисленные жалобы и ходатайства графини Юго Он ее вызвал, выслушал и тотчас приказал генерал-губернатору явиться в Мадрид Генерал примчался, и когда король предъявил ему ультиматум, уступил по всем пунктам Согласился принять предложенный ему пост в Мадриде, жить во дворце Массерана, взять своих сыновей с коллежа И тотчас же дать три тысячи франков своей жене, у которой уже не было ни гроша Генерал-гюго, графини-гюго Нынче вечером после обеда у его величества я приеду навестить тебя Посылаю ящик свечей До свидания, друг мой Верь моей привязанности Примирение оказалось недолгим Некий коварный приятель вспомнил историю лагари и сказал, что опасно иметь с супругой возлюбленную заговорщика Генерал-гюго вновь обладел приступ ярости На этот раз королю Жозефу нечего было возразить Леопольд Тегисберг выехал из дворца Массерану, поселил свою любовницу в очаровательном домике в Мадриде Заставила жену и Виктора показаться на Прадо в коляске вместе с ним и графини де Салькану Но одинокая, покинутая всеми Софии-гюго, вскоре вновь пошла в гору Она имела влияние на короля Жозефа и сумела убедить его, что ее отношения с лагари были невинны Ведь ее муж, говорила она, обязан своим продвижением на военном поприще этому почтенному человеку Так ради могла на почте стольких услуг, которые им оказал лагари, не дать убежище этому покровителю ее супруга Король Жозеф еще раз метал гром и молнии и объявил губернатору «Не хочу скрывать своего недовольства вами, вы показываете скандальный пример своими раздорами с женой» Наконец, не найдя лучшего выхода, в Софии-гюго было разрешено возвратиться во Францию с двумя младшими сыновьями А Бель же остался в парском корпусе Жалование, которое полагалось генералу как мажордому королевского двора, 12 тысяч франков в год Должно было впредь непосредственно пересылаться генеральше О разводе больше не могло быть и речи Для Софии это было победой Обратный путь в охраняемом караване был долгим и полным тяжелых впечатлений Дети видели ужасные картины Эшафот Человека, казнимого с помощью горотты То есть ошейника, который постепенно втягивали, чтобы удавить приговоренного Крест, прибитыми к нему окровавленными кусками человеческого тела Казненного разодрали на клочья Мрачное путешествие Но Виктор вывез из Испании другие впечатления Иные картины, казавшиеся ему благородными и красивыми Он смутно понимал, что этот народ отвергает власть захватчиков французов Дитя, свобода превыше всего, — говорил ему логарит Что же касается сочетания низменно-безобразного с возвышенным И несколько театральной напыщенности, которую он замечал на фамильных портретах во дворце Мастерана И у своих однокашников в коллеже Все это ему нравилось Испания всегда привлекала французов Потому что человеческие страсти сохранили там свою изначальную силу Тогда как в наших общественных рамках она ослабла Позаимствовав у испанцев тему своего Сида Корнель затронул заживое французов времен Людовика XIII После путешествия по Испании юного Виктора Гюго Будут преследовать еще безыменные призраки Которые станут впоследствии образами Эрнани Рой Гомеса де Сильва Дона Салюсте и Рюи Блаза Картины, где льется кровь и звенит золото Образ испански с огромными глазами и длинными косами Золотисто-смуглый снежным румянцем Четырнадцатилетний андалузский Пеппы Виктор Гюго Последний день приговоренного к смерти Примечание редакции Из своего короткого, но тесного общения с Испанией Он вынес склонность к звучным словам и патетическим чувствам Право, можно сказать, что душа Виктора Гюго Натурализовалась в Испании после первых же воспринятых Ею впечатлений Но надо сделать оговорку, что противовесом его испанизму Вскоре стало подспудное воздействие немецкого романтизма Конец детства Какая радость возвратиться на улицу с Ильянсинок Благодаря прежности госпожи Лоривьер Дорожки в саду вычищены Жаркое подрумянивается на вертеле На постелях Посланы чистые простыни Вскоре отец Лоривьер возобновил свои уроки латыни А сад — уроки поэзии Виктор и Эжен больше не ходили в школу Преподаватель сам приходил к ним Директор Наполеоновского лицея, пожелавший иметь их Своими учениками, был плохо встречен госпожой Гюго Она разделяла чувство ужаса, которое внушил ее сыновьям интернат Все ее мысли были теперь только о них и друге, томившемся в заключении Она жила очень уединенно Абонировалась в кабинет для чтения И посылала своих мальчиков выбирать для нее книги Одному было восемь лет, другому десять Содержатель библиотеки, чудаковатый старичок Носивший, как во времена Людовика XVI, короткие панталоны И узорчатые шерстяные чулки, позволял им рыться в книгах Он допускал их и на антресоли Отведенные для слишком смелых философских трудов И слишком нескромных романов Там Эжен и Виктор, растянувшись ничком на полу Знакомились с книгами Руссо, Вольтера, Дидро Ретифа де ля Бретона, Фаблазом и путешествиями капитана Кука В замечании старика Райоли, что опасно давать в руки детей непристойные романы Мать отвечала, книги никогда не причиняли зла Она ошибалась Врожденная чувственность ее младшего сына от такого чтения обострилась Но у него развился и более здоровый интерес к необычным, редким по своим достоинствам произведениям Которые впоследствии подсказали ему сюжеты некоторых его романов и пьес Все три брата, Адель, Эжен и Виктор, сочиняли стихи Виктор исписывал стихами целые тетрадки Его поэтические вкусы вполне естественно склонялись к классическим размерам Разумеется, стихи его были мало похожи на стихи Рифмы не рифмовались Слоги не складывались в стопы Ребенок без посторонней помощи искал пути в области просодии Читал вслух написанное И, видя, что дело не клеится, зачеркивал, писал заново, переворачивал И справлял до тех пор, пока стихи уже не царапали слух Ощупью продвигаясь вперед, он самостоятельно узнал, что такое размер, цезура, рифма Перекрестные чередования мужских и женских рифм Госпожа Гюго без труда царила над умами своих сыновей Она требовала и достигала почтительного и полного повиновения с их стороны Строгая и сдержанная нежность Постоянная непререкаемая дисциплина Очень мало фамильярности Никакого мистицизма Содержательные и поучительные беседы Более серьезные, чем обычные разговоры с детьми Таковы были основные черты ее глубокой, самоотверженной, бдительной материнской любви Госпожу Гюго отличала властность мужского склада В романе «Слагори» она больше, чем он, была занята политическими страстями В 1812 году она упорно стремилась сделать его заговорщиком Возвратившись из Испании Она увидела с ним в приемной вентянской тюрьмы Он сгорбился, исхудал, пожелтел Через все его непроизвольно двигались С ним обращались теперь лучше, чем вначале Платье и белье ему починили А главное, разрешили ему иметь при себе любимые его книги Вергилия, Горация, Солюстия Ряд работ по математике, химии и военному делу До свидания с Софией он как будто смирился со своей участью И Савари говорил, что его только вышлют из Франции Изгнание — это милосердие тиранов Вмешательство женщины сильного характера все изменило С апреля 1812 года она вошла в сношение с Аббатом Лифоном Стремившимся объединить реалистов и республиканцев в широком заговоре Против императора Софии добилась через директора полиции Однокашника Лагари полицею Людовика Великого Чтобы узника перевели в тюрьму Лафорс Где режим был таким мягким, что заключенным дозволялось Принимать посетителей и даже угощать их обедом Затем София Гюго вошла в сношение с генералом Малле Легкомысленным республиканцем, который клялся и божился Брутом и Леонидом Но соглашался породить установление власти доброго и справедливого короля Наполеон был в России Чего легче, как пустить слух о его смерти и создать временное правительство? Лагари не доверял Малле, считая его сумасбродом Тут нужен мудрый человек, говорил он А нам дают фанфарона Разочарованный узник читал Салюстия Восхищался энергией Катерины Но думал, какое безумие затеяли Лишь только узнают, что известие ложное, все рухнет В Софии, натура страстная, велела впереди только желанные ей результаты Подлый Савари арестован, связан, тиран побежден, свобода восстановлена Утром 23 апреля 1812 года Малле, надев мундир, явился в тюрьму и сообщил Смотрителю о смерти императора Смотритель поверил и освободил Лагари С отрядом солдат тот направился в Министерство полиции И арестовал Савари, герцога де Равиго София побежала к своему другу Пьеру Фуше Состоявшему в то время чиновником военного министерства Через своего Шурина, господина Асселина, секретаря военного совета Он, конечно, был в курсе военных новостей Очень скоро София узнала, что известие о смерти императора опровергнуто Все заговорчики арестованы и уже готовится суд над ними Госпожа Гюго возвратилась на улицу Филентинок, где ее ждали сыновья Безумно встревоженные долгим отсутствием матери И напуганные слухами о государственном перевороте Ничего, сказала она им, никогда не нужно тревожиться И тем более не надо плакать Для того, чтобы следить, как развертывается процесс Эта стоическая женщина отправилась в квартиру Фуше Все еще проживавшего на улице Шершмиди В здании, занятом военным советом Ту комнату, где ждала София Гюго Отделял от зала заседания военного совета только коридор Все время офицеры приносили известие На вопрос председателя суда, требовавшего, чтобы Малес сказал, кто его сообщники Тот будто бы ответил, вся Франция, сударь И вы сами, если б я достиг успеха Когда Софии передали этот ответ, она повторила с жаром, о да, вся Франция В два часа ночи Фьер Фуше, чистенькая и боязливая, как мышка Сообщил, что вынесено двенадцать смертных приговоров София спросила Сегодня приведут в исполнение? Да, в четыре часа в долине Гренель Узнав от Фуше, какой дорогой проедут телеги с телами казненных Она дождалась их у заставы и проводила до общей могилы единственного человека, которого любила в своей жизни В 1813 году генералу Гюго после поражения Жозефа Бонапарта пришлось вернуться во Францию В сентябре он уже был в пол вместе с сыном Абелем И той, которую госпожа Гюго называла то девица, то ма, то мнимая графиня де Салькану 24 сентября 1813 года госпожа Гюго писала своему сыну Абелю Полагаю, что отцу не вздумается запретить себе переписываться со мной Этому не было бы оправдания, как и многому другому в его поведении И тогда твоим долгом было бы не подчиниться запрещению Так же, как и твои братья должны были бы не подчиниться мне Если бы я, позабыв священные права природы, запретила им переписываться с отцом Если такое запрещение будет наложено, то во избежание всяких неприятностей и споров Которые страсти, ослепляющие твоего отца, вызвали бы между вами Пиши мне из его ведома Вижу, бедный друг мой, сколько тебе приходится страдать из-за этой женщины Часто я плакала над твоей участью и даже над участью твоего несчастного отца Ведь если он причиняет нам много зла, то себе самому он причиняет его еще больше Будем надеяться, Адель, что настанут лучшие времена И главное, что наше общее с ним несчастье послужит себе уроком Смотри, до чего могут довести необузданные страсти и отсутствие принципов Леопольд Сигизбергюго в Испании генерал во Франции по-прежнему был лишь командиром батальона Пенсия, обещанная его жене, не выплачивала Лагарей не мог прийти на помощь своей подруге, его уже не было в живых Покончено было со всякими роскошствами Парижский муниципалитет экспроприировал сад Кельентинок для удлинения Ульмской улицы И Софии Гюго переселился в дом номер два по улице Вьей-Тиулерии По соседству с семейством Фуше, чтобы можно было пользоваться садом, имевшимся при их особняке Фуше остались верными ее друзьями Еще живя на улице Сельянтинок, Виктор Гюго вновь встретился с Аделью Фуше Они уже не были детьми Мечтательный и страстный мальчик, он, как ему казалось, увидел в Аделе Пепиту из Мадрида Тот же облик инфанты, такие же большие голубые глаза и золотистый загар Им сказали, чтобы они побегали, поиграли Они же беседая прогуливались по саду Они шли медленно, говорили тихо, руки их вздрагивали, соприкасаясь Девочка стала девушкой Ребяческая фантазия пришла ей в голову Теппа стала пепитой Она сказала мне, побежим на перегонки И помчалась вперед Я видел ее тоненькую осиную талию, ее маленькие ножки, мелькавшие из-под платья Я догонял ее, она убегала От быстрого бега порой ветер взывал ее черную пелеринку, обнажая ее смуглую юность Достигнув беглянку у старого развалившегося колодца, я по праву победителя обнял ее за талию и усадил на зерновую скамью Она не противилась Она смеялась, едва переводя дух Но мне было не до смеху Я смотрел в ее глаза Под длинными густыми ресницами Зрачки их были такими большими, черными Садитесь рядом, сказала она Еще совсем светло, давайте почитаем У вас есть какая-нибудь книга? У меня был при себе второй тон путешествий с балансами Я раскрыл его наугад, придвинулся к ней Она оперла плечом о мое плечо И мы стали читать вместе, но каждый про себя Прежде чем перевернуть страницу, ей приходилось подождать меня Читала она проворнее моего Вы кончили? Спрашивала она, когда я только еще начинал Головы наши соприкасались, волосы смешивались, дыхание сблизилось и вдруг сблизились губы Когда мы решили продолжить чтение, на небе уже светили звезды Ах, мамочка, мамочка, сказала она, возвратившись Если б ты знала, как мы бежали Я же ничего не сказала Ты что молчишь? Спросила мама И ты какой-то печальный нынче А у меня в сердце был рай Этот вечер я буду помнить всю жизнь Всю жизнь Любовь их оставалась целомудренной, очень чистой Адель Фуше была девушка набожная и добродетельная Мать не отходила от нее Всюду она появлялась со своим грудным младенцем, малышкой Полем, на руках А рядом с ней шла Адель Каждый вечер мать расчесывала прекрасные черные косы своей девочки и осыпала ей бесконечными поцелуями Госпожа Фуше, превосходная хозяйка, старалась приучить Адель к домашним работам В шесть лет девочка уже могла собрать и сшить вместе полотнище скроенного платья Соседка, госпожа Делон, давала ей метить белье своего сына Супруги Фуше побаивались чрезмерного любопытства этой особой И когда отец приносил домой свое месячное жалование, дверь запирали, чтобы госпожа Делон не слышала звона пятифранковых монет Несмотря на все превратности, семейство Фуше жило обычной жизнью мелких французских буржуа Людей скрытных, посредственных, степенных и добродетельных семьянинов Генерала Гюго по его ходатайству вновь приняли во французскую армию 9 сентября 1814 года он получил назначение на пост коменданта Фион Вилля Он храбро защищал город во время наступления войск коалиции И капитулировал лишь после того, как узнал об отречении Наполеона Адель переехала к матери в Париж Она гордилась сыном, красивым широкоплечим юношей И при всем своем безденежье все-таки заказала ему выходной костюм Зеленый фрак луверского сукна Светло-серые каземировые панталоны и резингот из легкого драка с искрой Вскоре русские и прусаки заняли столицу Часть населения Франции считала их освободителями И называла союзниками, а не врагами Госпожа Гюго выражала великую радость при реставрации бурбонов Ее роэлизм носил перемежающийся характер Пока ее муж нуждался в Бонапарте Она воздерживалась от проявления своих чувств К тому же Лагари был скорее республиканцем, чем монархистом Но после казни ее друга в ней разгорелась ненависть к узурпатору Она не признавала за ним ни малейшей гениальности Вспомнила, что она дочь Ван Деи Не пропускала ни одного публичного празднества в честь бурбонов Появлялась там всегда, одетая в белый перкаль Носила зеленые туфли, чтобы на каждом шагу попирать цвета Наполеоновской империи Сыновья, глубоко почитавшие мать, разделяли ее взгляды У Тацета они научились ненавидеть Цезарей И Виктор Гюго теперь называл Наполеона не иначе, как Бонапарте По примеру, матери ее друзей Фушен Он с гордостью отправился в собор Парижской Богоматери на благодарственную месту Тем более, что шел он туда под руку Садельи Генерал Гюго оставался в Тианвиле до мая 1814 года В письмах королю он заверил его в своей преданности Полагая, что воин должен быть верен своей родине Каково бы ни было ее правительство Принцип благородный, но всем удобный Его жена совершила в сопровождении Аделя путешествие в Тианвиль Чтобы потребовать свою пенсию В отсутствие матери Эжена Виктор все свободные часы проводили в доме Фушен Графиня Гюго в Тианвиль 23 мая 1814 года «Дорогая мама, без тебя всем скучно Мы часто ходим к господину Фуше, как ты нам советовала Он предложил нам, чтобы мы с его сыновьями брали уроки у их учителей Мы поблагодарили его Каждое утро мы занимаемся латынью и математикой Господин Фуше был так любезен, что водил нас в музей Возвращается поскорее Без тебя мы не знаем, что говорить и что делать Совсем растерялись Все время думаем о тебе Мамочка, мама Твой почтительный сын Виктор В апартаментах генерала и коменданта крепости Графиня Гюго столкнулась с девицей Тома Державшей себя там полновластной хозяйкой Теперь она выдавала себя за госпожу Анакле Дальмет Или Дальме Вдову полковника Софью Гюго, которую муж называл уже не иначе, как мадам Требюше Встелили постель в передней Тогда как госпожа Дальме и генерал запирались на ключ в спальне Законная жена подала прошение в суд Требуя восстановления ее в супружеских правах и постоянной пенсии Генерал снял на имя своей любовницы замок Гюс под Тян-Вилем И ответил жене с заявлением в суд о разводе Кроткий и осторожный Пьер Фуше перепугался Что его друзьям повредит шумный процесс В котором появится окровавленная тень лагари Он прислал генералу два письма Настойчиво уговаривал отца избежать скандала, который запятнает его детей 14 июля 1814 года генерал Гюго писал своей сестре, госпоже Мартен Шопин Госпожа Тридуше 4 июня подала на меня в суд, добивая с аванса в 3000 франков счет пенсии А я 11 числа полуупрошение о разводе с нею Через день 13 июня она исчезла неизвестно куда Требуя с меня 3000 франков, она воображала, будто я не знаю, что она недавно взяла 4000 у господина Ансо Эта женщина просто ненасытна, все подавай ей деньги Ты говоришь об общности имущества, как будто с госпожой Требюше Вытворяющей все, что ей вздумается, устраивающей сцены, если ей противоречат Возможно вести себя, как с какой-нибудь другой женщиной Фуше написал мне от имени этого демона И я ответил, что соглашусь заменить прошение о разводе прошением о раздельном жительстве и раздельном владении имуществом, но на тех условиях, какие я ей поставил Что касается совета жить с нею совместно, ты хорошо знаешь, что это невозможно Никогда еще она не была мне так противна Под влиянием любовницы и воспоминаний о старых обидах первоначальное несходство характеров супругов обратилось у мужа в ненависть Генерал Юго пожелал отнять своих сыновей у ненавистной жены Он уже приказал сестре забрать их от супругов Фуше А в сентябре 1814 года, приехав в Париж, воспользовался правом, которое давала ему отцовская власть И отдал обоих мальчиков в пансионку Ордье и де Котта Помещавшиеся на темной мрачной улице Святой Маргариты В закоулке, стиснутом между оградой тюрьмы аббатства и стенами Драгунского пассажа В марте 1815 года, когда он вновь назначен был в Тианвиль Чтобы во второй раз защищать крепость от вражеского нашествия Он свою власть над детьми передал не матери, а своей сварливой сестре, вдове Мартен Шопин Доверяю тебе заботы о двух младших моих сыновьях, помещенных в пансион господина Ордье И требую, чтобы ни под каким предлогом они не были возвращены матери или отданы под ее надзор Оба мальчика тотчас подняли открытый бунт против госпожи Мартен Шопин Они не желали именовать ее тетушка, а называли сударыня С чисто костильским достоинством они жаловались на ее неприличную грубость, на ее низкие оскорбления и отвратительные сцены, которые она им устраивала Оба сына оставались всецело верны матери, хоть их и разлучили с ней Моя святая мать, примером чистоты была ты для меня, и не со мною ты Ты больше не со мной, о чуткие сердца, лишь вы мою печаль поймете до конца Оба судили об отце с почтительной суровостью, порицая его сожительство с любовницей А он называл их мятежными бандитами 16 октября 1815 года генерал Гюго, сестре, госпоже Мартен Шопин По-видимому, эти господа считают позорным для себя называть тебя тетушкой и выражать в письмах к тебе привязанность и почтение Вот оно, влияние негодницы матери Какое зло мне причинил отец! И детство вдруг ушло Я прошлое зову, и тишина в ответ Для горя моего иной дороги нет Мечтать, бежать в леса и верить в чудеса Виктор Гюго, Отсовство, легенда веков Примечание редакции Действительно, пансион, похожий на тюрьму, и отец, ставший тюремщиком, это было концом детства Несмотря на всякие превратности, несмотря на раздоры родителей, которые подобно черной туче омрачали детские годы Виктору Гюго, они были поэтичны и прекрасны Густолистственный и таинственный сад Сильянсинок Тинистый овраг в итальянской провинции Авеллино Огни бивуачных костров Раззолоченные галереи дворцами сцеранов в стиле барокко Очаровательные видения женщин-девочек, незнакомка в Байоне, Адель, Пепита и в качестве яркого фона победы Франции, веркание керасы, бой барабанов Такие чудесные декорации для мечтаний И как много досуга для мечты При таком беспорядочном воспитании Все соединилось для того, чтобы в течение тринадцати лет Юный ум не знал принуждения и условностей Установленных правил воспитания Частые переезды не позволяли детям генерала Гюго учиться в школе Переходя, как обычно это делается, из класса в класс Нелюдимый нрав матери, сосковавший по родным краям, отпугивал от нее светское общество Благородная и опасная тайная дружба слагари воздвигла вокруг нее самой ограду молчания Удивительное уважение, с которым относилась к книгам и к поэзии госпожа Гюго Это маленькая буржуазка, неизменно снисходительная к своим сыновьям при внешней ее суровости Благоприятство развития их природных дарований Как и все дети этих героических времен Вектор Гюго в глубине души тревожной Мечта о военной славе Затем разрыв между родителями Падение империи направили его желание в другую сторону Но к чему бы он ни стремился, он всегда мечтал о великом Когда я маленьким ребенком был, великое я видел пред собой Бессознательный соперник своего отца и Наполеона, которыми мальчик вопреки своей воле восхищался Он тоже хотел принять воображение людей Но как? Он этого пока не знал Он только еще вступал в страну мечтаний После долгих скитаний, вернувшись нежданно, возникал я, как луч из густого тумана Я мечтал, что источник найду колдовской Где вода все журчит и журчит неустанно, опьяняет и дарит покой В пылком сердце былое опять оживало На губах моих тихая песня блуждала И я шел материнской любовью храним И сквозь слезы с улыбкой мать повторяла Это фея беседует с ним Виктор Гюго Мое детство Коды и баллады Примечание редакции Редко встречаются такие противоречивые натуры В нем боролись чувственный темперамент отца Его пылкое воображение, любившее все необыкновенное И суровый стоицизм матери Вкус классики, жажда славы и ненависть к тирании Тяга к возвышенной поэзии, всегда несколько безумной И уважение к буржуазным добродетелям Безотчетно дорогим для него Ибо он страдал, чувствуя, каких оскорбляют его близкие Душа сотканная из контрастов Если когда-либо жизнь словно нарушена С самого детства формировала писателя для того, чтобы он выражал в своем творчестве Прекрасные новые антитезы То таким писателем был именно он Виктор Гюго Нам хотелось уловить, каков был его душевный склад в ранние годы, когда индивидуальность человека только еще зарождается Не во дворце, который блеск жемчужины усилит, зарождается она Она возникает под толщей колонии полипов В морских пучинах глубиной в сотни лье Мы с вами погрузились в глубокие воды волшебных источников детства великого поэта В едва освещенных безднах увидели мрачные обломки, зеленоватые щупальцы кошмаров Мы видели также белоснежных сирен, затонувшие соборы, затопленные дворцы прекрасных древних городов Андалузии Лучшая часть гениальности складывается из воспоминаний Именно из них на наших глазах создаются перламутровые, лучезарные, неподражаемые, изменчивые переливы жемчужины, возникшие из крупинки материи И гениальность человека Часть вторая Огни расцвета Огни расцвета не столь сладостны, как первые лучи славы Волынарк Птицы в клетке После райского сада сельянтинок и каштанов вокруг тулузского подворья Пансион де Котте и Кордье, унылый без всякой зелени, показался сыновьям Софи Гюго мрачным честилищем Квардье, священник Растрига, больной раздражительный старик, носивший из любви Круссо широкий плащ и высокую шапку, похожий в ней на армянина, колотил учеников по головам своей металлической табакеркой Эммануэль де Котт, ставший просто де Коттом, изводил их всяческими наказаниями и отпирал отмычкой ящики из тумбочек Эжен и Виктор, мятежные ангелы, не склонны были сносить унижения Генерал Гюго писал 7 августа 1817 года своей сестре Мартен Шопин «Я считаю, что они погибнут, если останутся под плачевным влиянием матери С тобой они ведут себя так же, как обычно, но по отношению к господину де Котту они позволяют себе ужасные грубости Подумай только, они едва не подняли руку на директора пансиона Братья сразу же приобрели престиж в глазах товарищей, так как отец потребовал, чтобы их поместили в отдельной комнате Пансион разделился на два лагеря В одном царил Виктор, в другом Эжен Вечером два соперничающих Василина встречались в своей комнате и вели переговоры Они напоминали тогда братьев Бонапарт, деливших между собой Европу Вероятно, им самим приходила такая мысль Оба мальчика впитали чуть ли не с молоком матери преклонение перед доблестью древних римлян Оба росли под тенью наполеоновских побед и проявляли сильную жажду славы В пансионе Кордье братья организовали театральные представления Виктор сочинял пьесы и играл в них роль Наполеона, окруженную маршалами, блиставшими орденами из золотой бумаги Но так было только в театре А в их жизни политические страсти не изменились По-прежнему в них была ненависть к революции, ужас перед Бонапарте и любовь к Бурбонам Которые, как Виктор воображал, принесли Франции вместе с Харсией свободу В этом их убеждала мать А ведь она оставалась кумиром всех сыновей Зато свои тетушки, госпоже Мартен Шопин и даже отцу они противились невероятной решительностью и достоинством Генерал Гюго после реставрации уволили в отставку с половинным окладом пенсии И он удалился в Блуа с госпожой Айме, графиней де Салькану Значит, говорят, с девицей Тома, всемогущей его властительницей Мерзкая вдова Мартен Шопин весьма скудно снабжала племянников карманными деньгами И передавала им распоряжение отца Генерал хотел, чтобы его сыновья поступили в политехническую школу Я требовал, чтобы они для подготовки к экзаменам усиленно занимались математикой и черчением Учтиво, но твердо, мальчики попросили его дать им возможность выполнить это требование Виктор Гюго, отцу, 22 июня 1816 года Госпожа Мартен целый месяц не соблаговолила спросить, в чем мы нуждаемся И уже два месяца, как перестала выдавать мне и Эжену обещанные двадцу в день Да еще весьма предусмотрительно сообщила нам о таком решении лишь 1 июня Когда мы ей вежливо доложили, что, рассчитывая на эти деньги Мы сделали заемно необходимые свои расходы На то, чтобы платить за стулья в церкви, точить перочинные ножи, переплетать книги, покупать чертежные принадлежности Она ответила, что не желает нас слушать И властным тоном приказал нам выйти из комнаты Больше ей не удастся это сделать, дорогой папа Мы лучше откажемся от воскресных отпусков, но впредь не будем иметь с ней никаких отношений Если ты все-таки хочешь, чтобы мы расплатились с долгами и не сидели без гроша Просим тебя передавать нам деньги через кого-нибудь другого Удобнее всего через Абеля А 12 ноября 1816 года они писали Мы обдумали твои предложения Позволь нам говорить с тобой так же откровенно, как мы говорили раньше И ответь нам лишь после того, как взветишь наше соображение Видя, что мы в состоянии судить о цене вещей, ты предлагаешь нам 25 луидоров в год на наше содержание Мы согласны, лишь бы эти деньги нам выдавали в собственные руки Мы уверены, что при том опыте, который у нас уже имеется А главное с помощью мамы и при ее советах А она, что ни говори, умеет экономить Этой скромной суммы хватит на наше содержание И оно будет более приличным, чем было до сих пор Хотя наверняка обходило себе дороже Но если деньги будут нам направлять через чужие руки Такой уверенности мы не можем иметь Так как не сможем воспользоваться средствами, обеспечивающими нас Мы уже не в силах будем следовать твоему примеру Заразмерять расходы со своим достатком И быть довольными своим положением Тем более, что оно приучит нас к порядку бережливости Конец твоего письма нас огорчил Не можем скрывать от себя Как нам было тяжело, что ты нашу маму называешь негодницей Да еще в открытом письме Ведь его распечатали и отдали нам только после прочтения Мы видели твою переписку с мамой Что ты сделал бы в те времена, когда познакомился с ней И когда находил счастье близ нее Что ты сделал бы с тем, кто посмел бы говорить о ней подобным языком А она все такая же и всегда была такой И мы всегда будем думать о ней так же, как ты раньше думал о ней Вот какие чувства твое письмо породило в нас Поразмысли, пожалуйста, над нашим письмом И будь уверен в любви, которую питают к тебе твои покорные и почтительные сыновья Эжен Гюго, Виктор Гюго В этом письме видны и зрелость ума, и энергия стиля В нем нет повторений Выразительность не ослабевает с начала до конца Кто был вдохновителем коллективного послания братьев? Оно написано почерком Эжена Но это не имеет большого значения Оба брата получили одинаковое воспитание Были учениками своей матери Оба впитали влияние классиков Оба стремились к поэтическому творчеству Время, которое не могли урывать от занятий математикой Они проводили за сочинением стихов Переводы Вергилия и Лукреция Элегии, эпиграммы, песни, трагедии Все у них шло в дело По правде говоря, Франция тогда усердно занималась версификацией Сочиняла стихи Даже пансион мальчиков изобиловал поэтами Сам угрюмый Декот пропал вирши И вскоре стал завидовать двум юным гением Явившимся среди его учеников Молодой классный наставник Феликс Бескара Умный человек с рябоватым, но веселым и открытым лицом Любил Эжена и Виктора Гюго А еще больше Мадемуазель Розали Бельевщица пансиона В честь которой он создавал оды Однажды Бескара Повел братьев Гюго своих любимцев На верхней площадке башен собора Парижской Богоматери Виктор Гюго поднимался по ступенькам лестницы Позади мадемуазель Розали и смотрел на ее ноги Было естественно, что в том возрасте Когда все Керубино Бродят по улицам, стараясь заглянуть в окошки бань Подростка, унаследовавшего огромный темперамент отца Да еще начитавшегося эротических стихов Горацио и Марсиала Преследует мысли о женском теле Для Виктора было никогда не ослабевающей радостью Увидеть нечаянно обнажившееся плечо, грудь, стройную ногу Подобно фавну или иному лесному божеству Он будет в дальнейшем подстерегать в лесах Красивых девушек-дикарок и прачек-уучьев Бедным студентам он из своей мансарды высматривал в соседнем окне Или в щелях чердака какую-нибудь служанку, раздевающуюся перед сном Семнадцать лет мне снилась геба Прекрасная грезетка неба А лимб или мансарда все одно Подвязка сброшена, плечо обнажено Виктор Гюго Океан Примечание редакции Всю жизнь это будет лить мотивом многих его стихов Слишком целомудренная юность создала нераскаянного грешника Для генеральши графини Люкот, хорошенькой женщины, имевшей большой успех в свете и множество поклонников Братья Гюго знали ее еще в Мадриде, а в Париже жили в одном с ней доме Виктор сочинял почтительные мадригалы Я слушаю, но все ж могла бы лира эта Такой чудесный день решиться и посметь Твою любовь ко мне воспеть Судить не торопись, начни читать поэта Любовью сердце стеснено Тобой одной оно согрета Но то, чем помнится оно Земной лирую не может быть воспета Перевод Ваксмахера Распримечание редакции Концовка была галантной Все написано очень ловко, с чисто вольтеровским изяществом Но кто бы не писал стихи в пенсионе де Котта и Кордиен Сам директор или классный наставник Эжен или Виктор Гюго Тысячи рифмованных строк, рождавшихся у них из-под пера, были довольно плоскими То было время заката прежнего направления в поэзии Де Лиля и парни все еще считали великими поэтами Французская академия избирала их учеников в число бессмертных Язык был упорядочен, отвакирован и стоял в величественной неподвижности Слова были разделены на благородные и мещанские Любой экипаж именовался колесницей Щеки ланитами, ветер называли аквилоном Воду в реке речной волной Лошадь с кокуном Королей монархами, шпагу мечом Поэта нежным любовником девяти сестер Большинство простых терминов было изгнано Слово «лодочник» стало запретным Несчастному писателю предоставлялось выбирать между кормчим и перевозчиком Ребячество было изгнано Вместе с тем старческие вкусы требовали, чтобы поэзия была полна холодных безумств, ханжевского дидактизма или банальной галантности Братьям Гюго, как и всем рифмоплетам той поры, оставалось только следовать установленным образцам Однако Виктор уже и в то время проявлял природное стремление к музыкальности стиха, гибкости страфы, инстинктивное ощущение стиля И поэтому чувствовал в произведениях Гораций и Вергилия красоты, исчезавшие в перефразах какого-нибудь Делиля Бескара, проверяя переводы своего любимого ученика, говорил удивленно «В этих стихах такая яркая палитра, какую я не нахожу ни у одного поэта» Он хвалил строку «Упиваться резней и разбрызгивать кровь» Или такую «И с хрустом разгрызали алчные клыки их кости» «Дедона бедная, ты жертвой своих мужей была, тихей почил, и ты ушла, ушел Эней, ты умерла» Это двустише и блестяще передает Абзония, а в конце его первой буколики перевод сохранил изящество оригинала Течет над кровлями дымок и рвется на простор, и тени становятся длинней, нисходят с этих гор Вергилий отвечал двум потребностям этого ребенка — тяготению к таинственности и к ясному, четкому, отточенному слову Прочтя поэму в пятьсот строк о всемирном потопе, Бескара нашел, что в ней тридцать две строки хороших, пятнадцать очень хороших, пять посредственных Сам Виктор был более требователен и каждый год сжигал тетрадь со своими поэтическими опытами Убогие тетрадки, сшитые им собственноручно с помощью бечевочки, завязанной узелком Ведь он получал только два су в день на свои расходы, и тратиться на покупки надо было с осторожностью Стихи своих детских лет он начал сохранять только с одиннадцатой тетради Скронный и усердный труженик, он сам смиренно добивался критических замечаний Горделивый Эжен, наоборот, любил похвастаться своим дарованием Оба воздавали честь в своих стихах любимой матери, которая не имела разрешения При всех своих работах и успехах сыновья думали только о том, какое удовольствие они доставят маме В четырнадцать лет Виктор посвятил ей трагедию в стихах Мама, видишь стихи неумелые эти, ты сурово на них не смотри Я твой сын, а они мои робкие дети, ты улыбку их одари Эти строки не розы росина, что бессмертную славу ему принесли Как цветы полевые невинно эти строки для мамы моей расцвели То и дело повторявшееся наивное детское слово «мама» показывало, что сердце юного поэта всецело принадлежало матери Эртамен — это подражание Рассину или, скорее, Вольтеру Но стих поражает своей непринужденностью и гибкостью Сюжетом трагедии была, разумеется, победа законного повелителя над Азурпатором Когда тиранов ненавидим, любить должны мы королей Провозгласил в заключении актор Иначе говоря, кто ненавидел Бонапарта, должен любить Людовика XVIII В тетради «Разные стихи» 1816-1817 имеется запись, датированная сентябрем 1817 года «Мне 15 лет, написано плохо, я мог бы написать лучше» А на другом листке «Глупости, сотворенные мною до моего рождения» Верно, эти стихи не назовешь шедеврами Но верно и то, что от юноши, способного на такой упорный, неославный труд И такие блестки удачи, можно было всего ждать Сохранившиеся в тетради содержат тысячи стихотворных строк Тут и целая комическая опера И мелодрама, написанная прозой Инесса де Кастро И набросок пятиактной трагедии в стихах «Отелия» или «Скандинавы» И эпическая поэма «Всемирный потоп» Как тем произведениям имелись иллюстрации в виде рисунков на полях Причем некоторые из них смелостью игры света и тени напоминают рисунки Ребранта Надо добавить, что в то же самое время Виктор готовился к вступительным экзаменам в политехническую школу Что у него были хорошие отметки по математике И что с конца 1816 года он вместе с Эженом, который был старше его на два года Занимался в коллеже Людовика Великого С восьми часов утра до пяти часов вечера Писать стихи он мог, только отнимая часы от сна И работая при свече в своей чердачной коморке Представлявшей собой в июне раскаленную печь А в декабре — ледник Коморки из окна которой открывается вид на башни собора Сен-Сюльпис Приспособленные в то время для оптического телеграфа Однажды Виктор, повредив себе колено Вынужден был несколько недель пролежать в постели И это позволило ему еще больше отдаться любимому делу Феликс Бескара, славный человек, беспокоился С грустью замечаю, что здоровье ваше ухудшилось Так же, как и вы, полагаю, что причина тому — ваши бессонные ночи Во имя всего святого, во имя нашей с вами дружбы поберегите себя Но ведь своя ноша не тянет, любимый труд не утомляет 1817 год Французскую армию одели в белые мундиры На австрийский лад Наполеона сослали на остров Святой Елены И так как Англия отказывала ему в зеленом сукне Он приказывал перелицовывать свои старые сюртуки В морском министерстве появили расследование По поводу крушения фрегата «Медуза» Большие газеты стали совсем маленькими Разводы были запрещены Лицей назывались теперь коллежами Шатебриан каждое утро вставал перед окном в своей спальне В доме номер 27 по улице Сен-Доминик В панталонах со штрипками, в домашних туфлях В пестрой шелковой повязке на седой голове И, устремив глаза в зеркало, раскрыв перед собой шкатулку С полным набором инструментов дантиста Осматривал свои прекрасные зубы В то же время обдумывая варианты «Монархии согласно Хартии» Которые он затем диктовал своему секретарю, господину Пилоржу Хартия имеется в виду конституционная Хартия, подписанная Людовиком XVIII в 1814 году Провозгласившая во Франции конституционную монархию с двухпалатным парламентом Примечания редакции Виктор Гюго, отверженные, часть 1, книга 3, глава 1 Примечания редакции Французская академия объявила конкурс стихотворных произведений Предложив для него следующую тему Счастье, которое при всех обстоятельствах жизни дает человеку учение Виктор Гюго сказал себе А что если попробовать? Для него задумать значило и выполнить задуманное Он сочинил 334 строки Свергилием в руках, один в глуши лесной Люблю я тишину и ветви надо мной Люблю я здесь бродить, следить игру теней Гедону вспоминать и гревать над ней Оригинально это? Нисколько Поэт пожертвовал собственными вкусами В угоду обветшаловому классицизму академиков Который, впрочем, почитала и госпожа Гюго Правильно сложенные, аккуратно построенные стихи Выражали искреннее чувства юноши Который изучает Сцерона или Эдемоцфена Мечтает последовать их примеру А потом открывает, что его герои кончали жизнь В немилости. Герои, вы ушли, а я всего лишь я Ну что ж, я одиночество постиг Наедине с собой среди любимых книг Поэма написана, но еще надо отдать ее в секретариат академии Однако воспитанники пансиона Квардье жили как в тюрьме Виктор Гюго открылся Феликсу Бискара, который водил пансионеров на прогулки И этот славный малый повел колонну учеников к дворцу Мазарини Пока они разглядывали куполы каменных львов Классный наставник и его подопечный помчали секретариат академии И вручили поэму «Швейцару в Ермолк» Выйдя на улицу, они наткнулись на Абеля, старшего брата Который и по возрасту, и как любимец отца Пользовался большей свободой Пришлось во всем ему признаться Затем младший брат догнал своих товарищей И вернулся в пансион к задачам по алгебре Через несколько недель, когда он играл на школьном дворе в пятнашке Туда вдруг явился Абель «Иди сюда, дурачина!» — позвал он брата Ведь Абель был уже офицер А потому обращался с младшими братьями, как с детьми И говорил с ними ласково, но покровительственным тоном Виктор подошел «Ну, что тебя зернул написать?» «Сколько тебе лет?» — спросила Абель «Академия решила, что ты хотела ее мистифицировать А не будь этого ты бы получил премию Но и осел ты Теперь дадут только почетный диплом Однако мнение Абеля было не совсем верным Премия ускользнула от Виктора Гюго не по этой причине Произведение его заняло на конкурсе «Девятое место» И Ренуар, постоянный секретарь Академии, автор трагедии Тамплиеры, написал в своем докладе «Если правда, что ему столько лет, Академия должна поощрить юного поэта» Отрывок из поэмы был зачитан на публичном заседании Дамы аплодировали И Ренуар, которому Виктор Гюго послал свою метрику, ответил письмом, предлагая ему прийти в Академию Причем допустил в этом письме грубую орфографическую ошибку Впрочем, о Ренуаре говорили, что этот поэт, историк и филолог Хорошо знает язык, только не французской, а романской Старик Кордье, видя каким блеском засверкал теперь его пансион, стал вдруг настоящим сахар-медовичем И разрешил Виктору сходить в Академию Сперва его принял Ренуар, весьма ученый и глупый человек Он держал себя с мальчиком развязно И Виктор острил, что Академик знал правила вежливости не лучше, чем правила орфографии Зато другие академики обласкали его, особенно старейший среди них Франсуа де Невшато Который тринадцатилетним подростком получил премию в царствовании Людовика XV Тогда Вольтер посвятил его в поэта, написав ему «Надо же, чтобы у меня были преемники, и я с удовольствием вижу в вас своего наследника» А теперь Невшато с восторгом видел себя в роли Вольтера Этот любезный старик был поочередно, как и многие другие, роялистом, якобинцем, министром в годы директории, графом в Наполеоновской империи В 1804 году он сказал папе Римскому «Поздравляю вас, ваше святейшество, с тем, что провидение избрало вас для кранования Наполеона» В 1816 году он наивно удивлялся, что Людовик XVIII не назначил его пэром Франции Ревороль так определил его произведение, проза, в которую затесали стихи В ту пору, когда юный Гюго познакомился с Невшато, тот уже отказывался и в жизни, и в стихах от всяких эпопей Благоразумно сажал в своем огороде картофель и пытался вернуть ему прежнее название — фармонтьер Встреча с этой старой знаменитостью поразила школьника Виктора Гюго Невшато рассказывал о 18-м Брюмера, но говорил при этом только о себе Тогда мальчику впервые открылась самовлюбленность литераторов Газеты заинтересовались чудо-ребенком В пансионе число его подданных возросло за счет почитателя и жены, и тот начал завидовать Неприятно, когда другое опередит себя, особенно если удачливый соперник младше себя Впрочем, победитель вел себя скромно Своё первое напечатанное произведение он посвятил своему первому учителю, господину Лоривьеру «Учитель, дорогой, принять прошу мой робкой стих, и замираю Ты первый научил, уроки мне давая, мой неокрепший ум свободно направлять Лишь от того я песни смог слагать, и лишь тебе их посвящаю» Перевод Кружкова, примечание редакции Стушевываясь перед Феликсом Бескара, тоже поэтом, но не лауреатом, он писал «Когда себе венок подарит Аполлон, и кану в вечность я, печальный тихий сон, в своих стихах ты вспомнишь про меня» Однако он скромничал просто из вежливости В своём дневнике он говорит более искренне 14 июля 1816 года он пишет «Хочу быть шоккабрианом или ничем» Выбор имени легко понять С 1789 года Франция, упивавшаяся древнеримской риторикой, примилась к величию После Вернио, Демулен, Робеспьера, властителем дум молодёжи был Бонапарт С падением Наполеона образовалась пустота И надо было найти иную пищу для этой жажды славы В старике-короле с распухшими от подагры ногами Не нашлось ничего, способного вызвать восторг Вера в Господа, Бога, у сыновей-вольтарьянцев отнюдь не была горячей Молодые левиты, ронявшие слёзы умиления на тёплые гетры Людовика XVIII Не отличались искренностью Выросшие под шум чудес, совершавшихся императором Вскормленные бюллетенями о победах императора Они не забывали то время, когда Франция была владычицей Европы Но ведь им нужно было найти что-нибудь достойное любви и в новом времени И только один шутебриан был для них поэтической фигурой Связующей настоящее с прошлым Величие, у кого же было его больше, чем у этого гениального человека С благородными и презрительными манерами Писателя, всегда живописующего себя в борениях с бурями океана и ударами судьбы Украшающего христианство всем очарованием искусства, а монархии всем престижем верности После Наполеона юноши тосковали об эффектных позах А надменное одиночество шутебриана было эффектным Тут Виктор Гюго впервые оказался несогласен с матерью Его восхищала Атала А Софи Гюго, женщина XVIII века, забавляла «А-ла-ла» Глупая пародия на этот роман Маловероятно, что шутебриан знал первые опыты Виктора Гюго Он редко бывал в академии, читать же предпочитал древних римлян и греков В этом он, конечно, был прав Однако юные братья Гюго Со дня знаменитого упоминания поэма Виктора Пребывали в лихорадочном, радостном волнении Господин Франсуа Денеф-Шато пригласил Виктора к себе на обед Затем поручил ему навести в Национальной королевской библиотеке Некоторые справки о Жильблазе И Виктор привлек к этим изысканиям Абеля, который лучше его знал испанский язык В пансионе Кордье Швейцар получил распоряжение свободно выпускать этого необычайного ученика В коллеже Любовика Великого, где он проходил курс наук, оставшись в интернате Кордье Профессор философии Могра, острослов, либерал, хотя в то время было днем с огнем не сыскать либералов Направляя его в 1817 году на конкурсные экзамены в университет, сказал Я рассчитываю на вас Если уж кто заслужил упоминание Академии, то в университете его по меньшей мере ждет награда Виктор не получил никакого отличия на экзамене по философии, где ему пришлось развивать доказательства существования Бога Зато ему дали похвальный лист по физике за письменную работу на тему данную Кювье Теория Расы У него были большие способности к естествознанию и математике Все мое детство было долгим мечтанием, в котором мы примешивались занятия точными науками Впрочем, между точным и поэтичным нет никакого несоответствия Число играет в искусстве такую же роль, как и в науке Летние каникулы в 1817 году были для Виктора сплошным праздником Все друзья поздравляли его с литературными успехами Абель, видя, что военная карьера закрыта для него, расстался с мундиром и занялся коммерческими делами, продолжая, однако, писать У него были небольшие деньги, и он организовал ежемесячные литературные вечера На которых приглашенные сплош юноши должны были читать свои новые произведения Виктор никогда не пропускал этих вечеров Эжен, отличавшийся капризным и странным нравом, Феликс Бескара, друг обоих братьев, называл его бесноватой В большинстве случаев отказывался от приглашения и запирался у себя в пансионе Для одного из этих чтений Виктор в три недели набросал повесть «Бюк-Жаргаль» О восстании в Сан-Доминго Поразительную по четкости рассказа, по умению достигать большого эффекта скупыми средствами И во многих местах не уступающую лучшим новеллам Мериме Тут открылся прирожденный писатель, уже достигший известного мастерства Все три брата Гюго мечтали основать совместный литературный еженедельник «Ле Леттер Бретон» Но двое из них еще учились в школе, да и не находился издатель для этого журнала В течение всего 1817 года продолжалась открытая борьба Эжена и Виктору с их теткой, госпожой Мартен Шопин Эта злая фея не позволяла им даже провести у матери день Нового года Братья писали ей саркастические письма 21 мая 1817 года она получила следующее письмо «Сударыня, позвольте напомнить вам, что мы с первого числа сидим без денег Так как наши потребности не уменьшились, мы вынуждены были войти в долги Посему просим вас прислать шесть франков, кои причитались нам А именно, три франка к первому мая и три франка к пятнадцатому мая Просим также прислать парикмахера и поговорить с госпожой Дежарье относительно нашей обуви и головных уборов Примите, сударыня, уверение в чувстве почтения и признательности, которые вы заслуживаете с нашей стороны Виктор Гюго, Эжен Гюго Абель, который до этого был любимцем генерала, храбро вмешался в конфликт и выступил на защиту братьев Абель Гюго генералу Гюго 26 августа 1817 года Всякой другой гордился бы такими детьми А ты видишь в них негодяев, озорников, способных опозорить имя, которое ты сделал почтенным своими расными подвигами Нет, отец, я знаю тебя Ты написал роковое письмо Но продиктовало его тебе не твое сердце Ты еще любишь своих детей Злой гений, исчадие ада, демон, коего ты должен был бы признать виновным в твоих несчастьях, а не наша достойная мать, ослепляет тебя И ты видишь признаки ненависти там, где должен был бы найти доказательство любви, если бы решился приблизиться к сердцам, нежно любящим тебя Настанет день, когда ты увидишь в истинном свете адское создание, о котором я говорю Придет час нашего мщения Мы вновь обретем своего отца Катрин Тома, или мадам, как называл ее в своей переписке генерал Гюго Возмутившись письмом Абеля, добилась, чтобы ее любовник не ответил ему Пропасть, отделявшая отца от трех его сыновей, все ширилась 3 февраля 1818 года произошло важнейшее событие Суд вынес приговор, утверждавший раздельное жительство супругов Гюго Дети оставались при госпоже Требюше, и она должна была получать от мужа содержание в сумме трех тысяч франков Эжен и Виктор пробыли в пансионе до августа Затем они послали отцу почтительное письмо, в котором просили у него разрешение поступить на юридический факультет Так как юриструденция – кратчайший путь к прибыльной карьере 20 июля 1818 года Виктор Гюго писал Дорогой папа, ты, конечно, понимаешь, что нам нельзя дольше оставаться у господина де Коста Ведь мы уже закончили курс учения Просим тебя выдавать нам на наши расходы по 800 франков каждому Хотелось бы попросить меньше, но ты поймешь, конечно, что это для нас невозможно Ведь ты сейчас даешь нам по 300 франков А когда добавишь 500 франков, то просимой суммы лишь при строжайшей экономии хватит нам на расходы по питанию, на покупку книг, плату за право учения и так далее Генерал проявил щедрость, если учесть, что он сам был в стесненных обстоятельствах Я вовсе не нахожу ваши притязания чрезмерными Поступайте на юридической Я отдам распоряжение, чтобы вам высылали по 800 франков в месячных долях В августе оба брата Ликуя расстались с пансионом де Котта и Кордье И поселились у матери в доме номер 18 по улице Пти-Эгюстен Квартира их находилась на четвертом этаже и была меньше, чем прежняя, на улице Шершмиди Сумма содержания, выплачиваемая отставным генералом с половинным окладом пенсии, не позволяла снять квартиру с садом Из окна своей комнаты братья Гюго видели двор музея, весь загроможденный гробницами королей Франции Которых революция изгнала из их усыпальниц в аббаксе Сен-Дени Сидя друг против друга за маленьким столом, юные поэты целыми днями сочиняли стихи В шестнадцать лет Виктор Гюго написал стихотворение «Мое прощание с детством» Что стало с этой порой? Вернее, что со мною стало? Я как безумец, что устала, и тщетно разум ищет свой Виктор Гюго, Оды и баллады, перевод Кружкова, примечание редакции Он световал, что приближается старость, и утешение себе взывал к славе, постоянному предмету своих мечтаний О, слава, гений всемогущий! Певцам своим вдали грядущие ты даришь место возлюбя! К тебе все помыслы и цели, так сделай так, чтобы сумели мои стихи достичь тебя! Виктор Гюго, Жажда славы Океан, примечание редакции Был на свете человек, нисколько не сомневавшийся, что слава придет к поэту Мать крепко верила в великое будущее своего сына Первые вздохи Нет ничего прекраснее веролюбящей матери в гениальность своих детей Госпожа Гюго не принуждала своих сыновей к занятиям юриспруденции Ведь изучение права было просто ширмой, закрывающей их от отца В действительности, Эжена и Виктор в течение двух лет, которые они провели на юридическом факультете Хоть и платили за право учения, но на лекции не ходили и не сдали ни одного экзамена Мать, уже гордившаяся будущим триумфом сыновей, не хотела, чтобы они готовились к карьере адвокатов или чиновников Нет, Софи Гюго мечтала, что они станут великими писателями, ни больше, ни меньше День за днем она предоставляла им спокойно работать в их комнатушке с окном во двор Населенный статуями королей, возбежащих на своих гробницах Мать и сыновья выходили после обеда прогуляться И можно себе представить эту трогательную картину Софи Гюго, женщина строгого облика, подобная матери Гракхов Одетая в парадное свое платье амарантового света Кашемировой, засканной пальмовым узором шалью на плечах, выступала неторопливо А по бокам матери двое юношей, любящие и покорные ее сыновья Каждый вечер они ходили пешком на улицу Шершмиди, где здание тулузского подворья По-прежнему квартировал Пьер Фуше, хотя теперь он уже был начальником отдела в военном министерстве Гостей принимала госпожа Фуше, дама набожная, кроткая, моложавая И ее дочь Адель, похожая красотой на испаночку Когда-то она была товарищем в детских играх трех братьев Гюго Теперь им не верилось, что десять лет тому назад они катали эту очаровательную девушку В тачке по дорожкам сада на улице Фельентинок и заносили на качелях Госпожа Гюго доставала из мешочка рукоделие и принималась за работу Так же, как госпожа Фуше и Адель Фуше, человек худой, аскетического вида, с ермолкой на голове и в люстриновых нарукавниках Садился поближе к свече и рылся в папках с делами Эжен и Виктор, вышкаленные матерью, привыкли молчать, пока к ним не обратятся Но в эти безмолвные вечера, когда слышалось только, как потрескивают дрова, горящие в камине Им совсем не было скучно. Они смотрели на Адель, склонявшую голову над шитьем Они не могли наглядеться на ровные дуги черных бровей, на алые губки и золотистые веки Ведь оба были в нее влюблены А она, если и посматривала иногда украдки на одного из них, то, конечно, на Виктора Этот белокурый юноша с волосами до плеч, с высоким улбом, с глубоким и простодушным взглядом Производил впечатление уверенной в себе силы и был уже знаменит в их маленьком мерке Верный друг Феликс Бескара, переехавший из Парижа в Нант, почти что почтительно писал своему воспитаннику «Когда-нибудь вы займете место в ряду лучших наших поэтов. Я как будто слышу «Рассина»» А в другом письме он сказал «Вы всегда пишете хорошо, но на этот раз вы написали лучше, чем хорошо» Однако юный поэт знал, что истинную славу трудно завоевать Он мог бы уже и в этом возрасте писать хорошие стихи Упражнения, которыми послужили для него переводы поэтов Древнего Рима, научили его гибкости в стихосложении Трудолюбия у него было достаточно Он обладал также врожденным чувством языка Он овладел формой стиха Она у него уже была прекрасна, но не наполнена содержанием Сын госпожи Гюго и реставрации Еще не нашел в 1819 году горячего сплава Который его дарование могло бы вливать в приготовленные им изложницы Достигнуты первые успехи на академических конкурсах И его подстерегал опасный соблазн Идти и дальше по этому легкому пути, что сделало бы его рабом моды Жаргон французской поэзии был тогда мертвым языком Вместо того, чтобы сказать «В военной славе можно предпочесть радость и любви» Полагалось писать примерно так «Поиски феры не хуже эгиды паллады» Идеалом считалось традиционное сочетание благородного прилагательного с благородным существительным Сладостный мир, целомудренная любовь, святая и чистая дружба Что касается сюжетов, то во времена широко развернувшейся реакции Они диктовались молодому поэту его политической позиции Что мог бы Виктор Гюго сказать, будь он искренним? Несомненно, в его творчестве отразились трагические впечатления детской души Слишком рано впитавшей страшные картины И чувственные мечтания юноши чистого в жизни с плодострасного воображения В пансионе Деркоты и Кордье он сочинял для собственного удовольствия Анакриантические стихи «Сон, ты влюбленных утешенье, хоть и бежишь от их очей Мужья тебя зовут для мщенья, но усыпляешь ты мужей Приходят к парижанам в гости сны в двери разные, поверь К влюбленным в дверь слоновой кости, к ревнивцам в роговую дверь Мне снилось, хлою я в объятия привлек, и так был упоен, Что право же не мог бы спать я, коль стал бы явью дивный сон» Виктор Гюго во сне оды и баллады Перевод Шуфаренко Примечание редакции Это напоминало Бертена и парни Было не лучше и не хуже, чем у них Что касается Академии, они требовали помпезных от Украшенных риторическими фигурами, апострофами и прозапеями Насквозь пропитанных возвышенными чувствами Или же, предел академической фантазии, экзотических постаралий Вдохновленных творениями Шатабриана и смутно их напоминавших Индианка Канады, подвешивающая к ветвям пальмы колыбель своего ребенка И дочь Таити были опытами Гюго в этом духе Стихотворной переделкой романа «Атала» Вскоре он завязал отношения с Литературной академией в Тулузе С которой еще была связана память о трубадурах и о клеманце зор Что придавал ей орел старины Она венчала поэтов, побеждавших на состязании И по звуке флейт в наград за труды Преподносила им золотые и серебряные фиалки Ноготки или амаранты Эжен послал на конкурс оду на смерть герцога Энгенского И получил ноготки из резерва Молодые поэты чувствовали, что в Капитолии и Тулузе Им оказывает более радушный прием, чем во дворце Мазарини Виктор Гюгор представил также оду о верденских девах Казненных во время революции за то, что они появились на балу, который дали трусаки Кроме того, он принял участие в конкурсе стихов на предложенную тему Восстановление статуи Генриха IV До последнего дня он не смог взяться за перо, так как ухаживал за матерью, заболевшей бронхитом Больная приходила в отчаянии, что сын упускает случай выдвинуться И тогда он за одну ночь написал оду «Геройством равен ты, боярду, зюге клену, земному неподвластен клену, и чтит тебя весь наш народ Нерасторжимые с тобой нас вяжут узы, с любовью этот дар приносим мы, французы, защитнику, вдов и сирот» Перевод Донского, примечание редакции Школьное упражнение, показавшее, однако, столь очевидное мастерство в употреблении Александрийского стиха В перемешку с восьмисложником, в ритмическом равновесии мысли и стиха, что оно принесло поэту Золотую Лилию Первую премию на этом конкурсе, где он одержал победу над многочисленными соперниками В том числе и над Ламартином, который был старше его на десять лет Член Тулузской литературной академии Александр Суме написал Виктору Гюго письмо Расхвалил его прекрасный талант и уже заговорил о чудесных надеждах, которые он внушает французской литературе «Если академия разделяет мое чувство, то у Клеман Цезор не хватит лавровых венков для двух братьев-поэтов Здесь, в Тулузе, у вас одни лишь поклонники, и им с трудом верится, что вам всего семнадцать лет Для нас вы загадка, тайну которой знают лишь мужы Эта же манная похвала исходила от писателя, известного не только в Тулузе, но и в Париже Его даже именовали наш великий Александр Суме весьма любезно встречал начинающих поэтов В нем все дышало поэзией, казалось, сердце его переполнено чувством любви к людям В 1811 году, то есть в возрасте 25 лет, он получил большой золотой амарант за свою оду на рождение короля римского С переменой политического строя меняются и сюжеты После возвращения короля Франции Александр Суме счел за благо удалиться на некоторое время в Тулузу и написать там оду хвала Людовику XVI Можно, говорил он, видеть в этом воздействие политических событий Разумеется, можно Суме, только еще приспособлявшийся в ту пору к монархии Бурбонов, резко бывал в Париже, но у него были там друзья, с которыми он познакомил и Виктору Гюго Он ввел его в дом крупного чиновника удельного ведомства Жака де Шана де Сентаман Любезного и образованного старика, при котором жили два его сына, оба поэты, Эмиль и Антони де Шан Вокруг них собралась группа писателей лет 30, все они были буржуа, католики и монархисты Среда обычная, но в ней много говорили о Геотте, о Байроне, о Шиллере, о Шатабриане Считалось, что Германия и Англия опередили всех в области литературы, так как Франция с 1789 по 1815 год занималась только войнами В салоне де Шанов мечтали о новой поэзии Там всех волновали посмертно изданные произведения Андре Шенье, опубликованные Анри де Латушин Знатоки восхищались, находя в них совершенно новые ритмы и простоту интонации, свойственную подлинной античности К белокурому юноше Вифтору Гюго люди, уже преуспевшие в литературе, относились, как он видел, серьезным, называли его дорогой собрат Он этому не удивлялся, ибо полон был спокойной веры в себя, которую дает сознание и свои силы В сентябре 1819 года, истя по стопам Шатабриана, напечатавшего в своей газете «Консерватор» статью о Ван Деи Юный Гюго, Ван Деи по матери, написал Оду участь Ван Деи и одерзнул посвятить ее Шатабриану В великодушного Абеля имелся приятель-типограф, Ода была напечатана Расходилась она плохо, но в Париже о ней говорили Одна черноглазая девушка с волнением следила за быстрым взлетом своего друга То была Адель Фуше Как-то раз, когда они сидели одни под высокими каштанами, она сказала ему «У тебя, наверное, есть какие-нибудь секреты, и, наверное, есть среди них самый важный секрет» Он подтвердил это «И у меня так», — сказала Адель «Ну вот, слушай Скажи мне свой самый важный секрет, а я тебе скажу свой» «Мой важный секрет, — ответил Виктор, — это то, что я тебя люблю» «И мой важный секрет — это то, что я тебя люблю», — повторила она Разговор происходил 26 апреля 1819 года Оба влюбленных были робкими и благоразумными созданиями «Он пылкой и серьезной, она очень благочестивая» «Любовь их оставалась невинной, и от этого окрепла еще больше» «После твоего ответа, моя Адель, я не уступлю в храбрости льву» В Фуше провели лето в Истии, в окрестностях Парижа Виктор иногда ходил туда вместе с матерью, а остальное время думал об Адели Сердечная склонность обратилась в неодолимое пламя Зимой 1819-1820 года завязалась переписка Виктор, читавший Вертера и Рене, Тибула и Катула, перевозивший любовные стихи Горация, горел в тайне страстью Адель, 17-летняя буржуазка, получившая строгое воспитание, стыдила своей любви как греха Она была горда, что в нее влюблен молодой человек, уже стоявший на пороге славы, но стыдила своих свиданий с ним и тайной своей переписки Бедняжка боялась родителей и духовника В декабре 1819 года, когда Виктор принес ей поэму «Первые вздохи», написанную для нее, и попросил в обмен подарить ему 12 поцелуев Она сначала обещала, потом стала торговаться и поцеловала его только четыре раза Я жду награды, изнемог, но твой стыдливый страх, боря с твоей любовью, расплатой отдаляй срок Виктор Гюго, молодой изгнанник, оды и баллады, перевод Донского, замечание редакции Виктор, сформировавшийся под влиянием матери, относился к жизни серьезно Он уже и все дни стал думать о женизе и не хотел компрометировать свою невесту Влюбленный, ты будешь супругом, храни для себя ее чистоту Он простирал ценицу ног этой девочки Так это правда, ты любишь меня, Адель, да неужели мне можно поверить в это чудо? Какое счастье ты мне подарила! Прощай, прощай, сладко мне будет спаться нынче ночью, я буду видеть тебя во сне Спи крепко и помни, что ты обещала своему мужу поцеловать его двенадцать раз Адель отвечала ему иногда в письмах, как влюбленная женщина Но гораздо чаще, как примерная девочка, которую бронит мать Госпожа Фуше заявила, что она очень недовольна Зачем ее дочь выражает симпатию молодому человеку? Адель Виктору Ведь это очень плохо, Виктор, когда дочь хочет, чтобы мать ушла куда-нибудь Я просто в отчаянии, хочу молиться, но молюсь только устами А вся моя душа стремится к тебе Это, конечно, прискорбно Чуть только моя дорогая матушка отвернется Я ее обманываю, берусь за перо И она умоляла Виктору быть осторожным Хоть и с сожалением, но он это обещал ей Виктор Гюго, Адель и Фуше, 19 февраля 1820 года Думаю, что теперь мы действительно должны соблюдать на людях величайшую сдержанность друг с другом Лишь ценой долгой внутренней борьбы я мог решиться посоветовать тебе выказывать мне холодность Мне, твоему суженому, твоему Виктору, который отдал бы все на свете, чтобы избавить тебя от малейшего огорчения Да еще я должен принудить себя не садиться больше рядом с тобой И вот, дорогая моя подруга, заклинаю Жалься над несчастным ревнивцем Сторони с других мужчин так же, как будешь сторониться меня самого Больше меня не увидят в соседстве с тобою Так пусть же мне хоть малым утешением будет то, что другим не достанется счастье От которого я в своих интересах вынужден отказаться Будь около своей матушки Находись среди других женщин, Адель, дорогая моя Если бы ты знала, как я тебя люблю Я не могу видеть, как другой хотя бы просто приближается к тебе Весь я тогда трепещу от зависти и нетерпения Мышцы мои напрягаются Вздох поднимает грудь И мне нужна бывает вся моя сила и осмотрительность, чтобы сдержать тебя Однако 28 декабря они с разрешения родителей и в сопровождении младшего брата Адели Поля Фуше Были во французском театре, где давали в тот вечер Гамлета Скажи мне, дорогая, запомнилось ли тебе что-нибудь из этого чудесного вечера? Помнишь, как мы долго ждали твоего брата на соседней с театром улице И как ты мне сказала тогда, что женщины любят сильнее, чем мужчины? И помнишь ли ты, что весь вечер во время представления твоя рука опиралась на мою руку? Я говорил тебе о неизбежных несчастьях, грозящих человеку И они действительно вскоре обрушились на нас Однажды Адель спрятала письмо за корсаж платьем И когда наклонилась, чтобы обуться, оно выпало Госпожа Фуше спросила Что это такое? Скажи мне, я требую Девушка рассказала, как сильно Виктор любит ее И признала, что они решили пожениться Мать обсудила положение с мужем И они пришли к выводу, что возможно только два выхода Или помолвка, или разлука Гер Фуше был не прочь выдать дочь за Виктора С генералом Наполеоновской империи, хоть и переведенным на половинную пенсию Все же лестно было породниться Кроме того, Фуше верил в будущие успехи юноши И знал, какого мнения держатся о нем умные люди Но следовало выяснить дело на чистоту А то кругом уже пошли толки Адель написала Виктору Все кумушки в нашем квартале смеются надо мной И хотя их сплетни не погубят меня Они все же очень мне вредят С другой стороны, как мне не упрекать себя Я нехорошо поступаю с матушкой А ведь я люблю ее Я все готова сделать ради нее Ах, дорогой Виктор, как я виновата перед ней Я не удивлюсь, если ты при таком моем поведении Станешь презирать меня Он был очень далек от презрения Но стремился властвовать над ней И даже давал ей уже супружеские наставления Теперь ты, дочь генерала Гюго Не делай ничего недостойного тебя Не допускай, чтобы с тобой держали себя неуважительно Мама очень щепетильна в этом отношении А сам он был еще щепетильнее Одной булавкой меньше заколута у меня косынка И он уже сердится Говорила Адель Самая легкая вольность в языке его коробит А можно себе представить, какие это были вольности В целомудренной атмосфере, царившей в нашем доме Матушка и мысли не допускала, чтобы у замужней женщины Были любовники Она этому не верила А Виктор видел везде опасность для меня Видел зло во множестве всяких мелочей В которых я не замечала ничего дурного Его подозрения заходили далеко И я не могла все предвидеть Виктор Гюго, Адель и Фуше 4 марта 1822 года Моя дорогая, милая моя Адель Мне надо кое-что сказать тебе, но я смущаюсь Не сказать нельзя, а как приступить не знаю Я хотел бы, Адель, чтобы ты меньше боялась испачкать грязью подол платья, когда ходишь по улице Я только вчера, но с большой грустью заметил, какие предосторожности ты принимаешь Мне кажется, что стыдливость важнее, чем платье Не могу выразить, дорогой друг, какой пыткой было для меня то, что я испытал вчера на улице Сент-Эр, когда увидел, как на тебя, мою чистую, целомудренную, мужчины бросают бесстыдные взгляды Мне хотелось предупредить тебя, но я не смел Не находил в замешательстве нужных слов Не забывай того, что я написал здесь Если не хочешь поставить меня перед необходимостью дать пощечину первому женоглецу, который дерзнет разглядывать себя Очень любопытные эти письма к невесте Полные благонравия, избитых истин, написанные с искренностью влюбленного пай-мальчика и добродетельной выстренностью В языках шаблонной в годы реставрации Но разве мог этот юноша быть вне своего времени и своей среды? И как он дерзнул бы сказать этой набожной и чистой девочке, что за мысли приходят ему на ум? Близ Аделии его томило желание, сочетавшееся с глубокой почтительностью к невесте И он не знал, куда деваться от смущения Она замечала эту скованность и дурно ее истолковывала Мало того, что я совсем больна от огорчения и тоски, — жаловалась несчастная Адель — я еще, оказывается, докучаю тебе все краткие мгновения, когда ты бываешь со мной Скука запечатлена на твоем лице и в каждом твоем слове Сколько терзаний! У него даже явилась мысль в духе Вертера Не может ли он жениться на Аделе, быть ее мужем лишь одну ночь, а наутро покончить с тобой? Никто не мог бы упрекать тебя Ведь ты была бы моей вдовой За один день счастья стоит заплатить жизнью полной несчастья Адель не желала следовать за ним по пути столь возвышенных страданий И возвращала его к мыслям о соседских сплетнях на их счет Мать говорила ей «Адель, если ты не перестанешь, если не прекратятся толки о тебе, я вынуждена буду поговорить с Виктором Или, пожалуй, с его матушкой И ты окажешься причиной, дочь моя, что я поссорюсь с той, которую я люблю и очень уважаю» Какой ужас объял Виктора, когда 26 апреля 1820 года утром В годовщину взаимного объяснения в любви Супруги Фуше с торжественным видом Пожаловали к госпоже Гюго и попросили уделить им время для серьезного разговора Софи Гюго была матерью страстной Она ревновала своего сына и гордилась им Она знала, она нисколько не сомневалась, что Виктор ждет блистательная слава Кроме этого, он был сыном генерала графа Гюго Неужели он испортит себе жизнь, женившись в 18 лет на Аделье Фуше? Нет, пока мать жива, этому браку не бывает Естественным неизбежным следствием этой оскорбительной враждебной позиции была холодность почти что ссора Виктора позвали в гостиную И сообщили ему о разрыве В присутствии стариков в Фуше он сдержал свое горе Но не отрекся от своей любви Они ушли Видя, что я бледен и не говорю ни слова Мать принялась утешать меня с необычайной нежностью Я выбежал из комнаты, и когда остался один, плакал долго и горько Ему и на ум не приходила мысль поколебать решение матери Он знал, что она непреклонна и неумолима И ненависть ее так же нетерпима, как пламена ее любовь Что касается бедняжки Адели, то родители, вернувшись домой, просто сказали ей, что она никогда больше не увидит ни графини Гюго, ни Виктора Любил ли он ее еще? Она этого не знала Родители заявили, что он отказался бывать у них Между влюбленными опустился за навесной Как и подобает настоящему поэту, был первоклассный критик Поль Валерий Любовь не задала Он искал учителя Абель решил, что трем братьям Гюго надо наконец создавать свой журнал Шатабриан, их учитель, назвал свой журнал «Консерватор» А их журнал будет называться «Литературный консерватор» Он выходил с декабря 1819 года по марк 1821 года И в основном составлялся Виктором Абель написал несколько статей Обидчивый Эжен держался в стороне и содействовал немногим Дал несколько стихотворений Бескара писал Виктору из Нанта, заклиная его заставить брата работать А иначе он погибший человек Только благодаря кипучей энергии младшего брата Журнал получал пищу Под 11 псевдонимами Виктор Гюгон и печатал там за 16 месяцев 12 статей и 22 стихотворения Просматривая номера литературного консерватора Невольно удивляешься уму и образованности этого мальчика В критике литературной, критике драматургии, в иностранной литературе он проявляет глубокую осведомленность Он, несомненно, обладал подлинной культурой и особенно хорошо знал римскую и греческую античность Его философские воззрения благородны А Вольтери, которым он тогда восхищался, он говорил с упреком «Это прекрасные гении, написавшие истории отдельных людей для того, чтобы бросить сарказм против человечества» Ведь это все-таки несправедливо, находить в аналог мировой истории только ужасы и преступления Виктор Гюго, дневник юного Якобита, 1819 года, примечание редакции Однако в оценке прошлого Гюгой сам проявлял саркастический цинизм, порожденный картинами того времени Римский Сенат заявляет, что он не будет давать выкуп за пленных Что это доказывает? То, что у Сената не было денег Сенат вышел навстречу Ворону, бежавшему с поля битвы И благодарил его за то, что он не утратил надежды на республику Что это доказывает? То, что группа, заставившая назначить Ворона полководством, была еще достаточно сильна для того, чтобы не допустить его кары Сама мысль, четкость стиля, обширные познания, все возвещала в этом юноше крупного писателя В политике он оставался монархистом Ты говоришь, чудак ужасный он, дровоучение, спесь, ворчливый тон О нет, в шестнадцать лет я ученик, я скромно познаю премудрость книг Я Монтестье читал, не люб Вольтер А Хартия в ней строгости пример Я консерватор? Нет, противник бурь Виктор Гюго Ответ на послание королю господина Ури Оды и баллады В литературе братья Гюго выступали с робким эклектизмом Мы не могли понять, какая разница между жанром классическим и жанром романтическим Для нас пьесы Шекспира и Шиллера отличались от пьес Корнелия и Рассина тем, что в них больше недостатков Однако Виктор Гюго имел смелость сказать, что если надо учиться у Делиля, то это учитель опасный Гюго уже видел худосочи академического эротизма в поэзии Для художника любовь — неиссякаемый источник ярких образов и новых мыслей Совсем не то получается при изображении сладострастия Там все материально И когда вы исчерпаете такие эпитеты, как алебастровый, белорозовый, лилейный, вам уж больше и нечего сказать Он требует, чтобы у поэта был ясный ум, чистое сердце, благородная и возвышенная душа У него верное критическое чутье Когда же в наш век литература будет на уровне его общественных движений И появятся поэты столь же великие, как события, коими он отмечен Юный поэт считал, что пошлость в такую эпоху непростительна Потому что уже нет Бонапарта Некому привлекать к себе даровитых людей и делать из них генералов В литературе Виктор Гюго восхищался только теми, кто действительно этого был достоин Корнелем, у которого он находил смелую фантазию, особенно в комедиях Шенье, которого только что открыл Латуш и над гробом которого свирепствовали в своей критике поборники классицизма Вальтером Скоттом, влияние которого он предвидел Ламартином, размышления которого изданы были в 1820 году Вот, наконец, настоящие поэмы настоящего поэта Стихи, исполненные настоящей поэзией Простота Ламартина поражала Гюго Эти стихи поначалу меня удивили, а затем очаровали В самом деле они свободны от нашей светской изысканности и нашего заученного изящества В сравнительные оценки Шенье и Ламартина у Гюго есть замечательная фраза Словом, если я хорошо уловил различия между ними, весьма, впрочем, незначительные То первый является романтиком среди классицистов, а второй классицист среди романтиков В 1820 году Виктор Гюго носил в кармане записную книжку, в которую И заносил свои мысли По жизни так же трудно шагать, как по грязи Шатабриан переводит Тацета точно так же, как Тацет переводил бы его Министры говорят все, что вам угодно, лишь бы делать то, что им угодно Юноше, который набрасывал такие заметки, было 18 лет В его записной книжке были и такие строки Де Виньи говорит, что когда Суме воодушевляется, его душа прохлаждается у окошечка Суме и его тулузские друзья, вулканический Александр Геро, граф Жульдарес-Сегье Играли первостепенную роль в литературном консерваторе Суме, поэт, с каждой черточкой своего облика, пленял своими длинными черными ресницами Серафическим выражением лица, взбитым коком, которому он тоже умел придать что-то вдохновенное Он был способен на большую самоотверженность, лишь бы его немедленно подвергли испытанию Но с ним, говорила Виржиния Анцело, ничего не следовало откладывать до завтра Геро своей живостью напоминал белку и всегда как будто вертелся в колесе Виктор Гюго мог считать себя их собратом, ведь его поэтическое мастерство получило признание на конкурсе литературной академии в Тулузе Другим ценным сотрудником журнала были братья Дешан, отец которых принимал всю эту молодежь в своих прекрасных апартаментах Антони, немного странный, Эмиль, нежно любящий сын, верный муж некрасивой жены, очаровательный, чересчур очаровательный человек Этот поэт светила? Нет, свечка, говорил он о Жюле Эрсигье Астроту обратили против него самого В 1820 году Эмиль Дешан познакомил Виктора Гюго со своим другом детства Альфредом де Виньи Красавцем, сублейтенантом Королевской гвардии и поэтом, который, однако, еще не печатался В начале отношения были церемонными, новые знакомые называли друг друга господин де Виньи, господин Гюго Виньи состоял в гарнизоне Курбевуа, Гюго пригласил его к себе домой Вы, надеюсь, заглянете к нам, поскучайте с нами, зато доставите нам удовольствие Что это, показное смирение? Конечно, но юноше было и немного страшно принять в своем доме человека, старше его на пять лет, блестящего гвардейского офицера, гордого своей родовитостью Напрасные страхи Виньи, которому уже начали надоедать золотые палеты и длинные сабли, стал другом не только Виктора Гюго, но и Абеля и неустрашимого Гарольда, как он называл Эжена Вы же видите, что я ужасно соскучился о всех трех братьях, — писал он им Приезжайте, у нас будут долгие беседы, за которыми время летит незаметно Опять-таки, через Дешана Гюго познакомился с Софи Ге и с ее прелестной дочерью Дельфиной, которая еще подростком писала стихи, казавшиеся, благодаря ее красоте, восхитительными Через Виньи он познакомился с лучшими его друзьями, Гаспаром де Понс и Тейлором, офицерами того же полка Понс был поэтом, а Тейлор просто любителем литературы Но, разумеется, больше всего Гюго хотел встретиться с Шатабрианом Гений христианства, очаровавший его своей музыкальностью и красочностью, открыл ему некий поэтический католицизм, хорошо сочетавшийся с архитектурой старинных соборов и величественными библейскими образами Гюго быстро перешел от вольтерианствующего роэлизма своей матери к христианскому роэлизму Шатабриана Надеясь, что это немного сблизит его с семейством Фуше, где все были набожными католиками Когда убили герцога Берийского, Виктор Гюго написал на его смерть оду, которая произвела большое впечатление Одна строфа ее исторгла слезы у престарелого Людовика XVIII «Спеши, седой монарх, недолог счет мгновением, Бурбонов юный сын отходит в мир иной, Он для тебя был всем надеждой и утешением, и ты глаза ему закрой» Виктор Гюго, смерть герцога Берийского, оды и баллады, перевод Шафаренко, примечание редакции Обращение к отцу умершего — банальный риторизм Но в те времена у монархии не было ничего лучшего, и выраженное в стихотворении чувство растрогало короля Он приказал вручить юному поэту награду в 500 франков Депутат парламента, монархист Ажье, поместил в Белом Знамени статью об этой оде и привел отзыв Шатабриана о Гюго «Чудо-ребенок!» Действительно ли Шатабриан произнес эти слова? Доказательств не имеется Сам виконт Шатабриан морщился, когда ему об этом напоминали Однажды вечером, в 1841 году, в салоне госпожи Рекамье, граф Сальванди, которому в скором времени предстояло произнести речь о принятии Гюго в академию, сказал Шатабриану «Я ограничусь с парафразами вашего прекрасного отзыва. Чудо-ребенок!» «Но я никогда не говорил этой глупости!» — нетерпеливо воскликнул Шатабриан Как бы то ни было, Ажье повел Виктору Гюго в дом номер 27 по улице Сен-Доминик И прием состоялся, такой, каким он только и мог быть Остроносая госпожа Шатабриан сидела на диванчике, не шелохнувшись и не открывая рта Шатабриан в черном сюртуке, хилый, худенькой, сгорбленной, стоял, прислонившись к камину и старался выпрямиться во весь рост Постаревший Рене не жалел похвал Однако ж и в его позе, и в интонациях голоса, и в манере раздавать чины писателям было нечто властное и столь величественное Что Виктор Гюго почувствовал себя скорее униженным, чем пришел в восторг Он смущенно бормотал в ответ что-то невнятное, и ему очень хотелось поскорее уйти По настоянию матери он приходил к Шатабриану еще несколько раз Но и эти посещения не порадовали его, за исключением одного забавного визита, когда он был допущен поздним утром в час пробуждения Виконта И удостоен любопытного зрелища К удивлению своего ученика Шатабриан при нем принимал душ, а затем слуга растирал его ногой и тело У старого волшебника была манера делать грозные паузы, отчего беседа затихала И с ледяной учтивостью показывать, что ему скучно Он внушал больше почтения, чем симпатии Люди чувствовали, что перед ними гений, а не просто человек Литература нередко бывает для писателя способом передать своим любимым то, чего он не может им сказать Гюго каждый месяц посылал господину Фуше очередной выпуск литературного консерватора В котором помещал хронику о мелких административных распоряжениях министерств, как будто они были важными мероприятиями Он надеялся, что журнал попадет на глаза Адели Там он напечатал элегию «Молодой изгнанник», в которой ученик Петрарке Раймон Аскали, изгнанный отцом за его любовь к юной девушке, говорит, что он покончит с собою «Я смею вам писать, увы, как это мало, что передаст вам гладь бумажного листа, ведь наша нежность так чиста, что в час свидания нас робость обуяла, и слова не смогли произнести уста» Виктор Гюго «Молодой изгнанник», оды и баллады Перевод Шафаренко Примечание редакции Этих стихов не постыдился Бейла Фонтен Прочитал ли их Адель? Гюго попытался также выразить свою любовь и в прозе Написал неистый роман «Ган Исландец», в котором изобразил себя под именем Орденера и Адель в образе Этель Душа моя была полна любви, скорби и молодости Я не осмеливался доверить ее тайны ни одному живому созданию и выбрал немого наперстника, бумагу Незаконченный «Ган Исландец» не мог быть напечатан в литературном консерваторе Ибо журнал скончался в марте 1821 года, или точнее слился с летописью литературы и искусств Слияние является для журналов наиболее почетной формой самоубийства Для «Чуда ребенка» литературный консерватор был полезным опытом Годы журналистики 1819 и 1820 писал Стендберф Были в его жизни решающим периодом Любовь, политика, независимость, рыцарские чувства, религия, бедность, слава, приобретение знаний Борьба против судьбы во всю силу железной воли Все оказывало свое воздействие Все задавки проявились сразу Разрослись и достигли той высоты, которая свойственна гению Все запылало, перекрутилось Сплавилось в глубине души на вулканическом огне страстей Под знойным солнцем самой жадной до жизни молодости И вот получился таинственный сплав Кипящая лава под крепкой прочной броней гранита Было в этом юноше что-то другое Большее, чем дарование крупного журналиста Но этим драгоценным даром он обладал И на всю жизнь сохранил искусство Придавать повседневному, будничному накал драматичности Обручение Моя мать, женщина сильного характера Научила меня тому, что человек может выдержать любые испытания Виктор Гюго Февраль 1821 года Влюбленные не виделись уже 10 месяцев Госпожа Гюго все перепробовала для того, чтобы ее сын позабыл Адель Она старалась заинтересовать меня светскими развлечениями Бедная мама, ведь она сама вложила в мое сердце пренебрежение к свету И презрение к его чванству Он никогда не говорил с ней о своей любви Но мать читала в его глазах, что ни о чем другом он не думает Никакой возможности непосредственного общения с невестой не было Однако Виктор знал, что она берет уроки рисования у своей подруги Жюли Дювидаль де Монферье И что к ней она ходит одна Как-то раз утром он дождался своей невесты около этого дома и заговорил с ней Сначала она как будто обрадовалась Потом пришла в ужас Какие еще пойдут толки, если ее встретят с молодым человеком? На Виктора она была немного сердита Ведь он сам и с сыном непокорности согласился больше не видеться с нею Он поклялся, что только и мечтает о том, чтобы прийти на улицу Шершмиди Если это возможно и прилично Адель возмутили эти слова Истинная любовь, подумала она, не ставит таких условий Ты сумел отвергнуть мою просьбу прийти к нам Печально положение влюбленных, когда они должны считаться самолюбием своих родителей Виктор с горечью воскликнул Ради тебя я бросился бы в пропасть Ты остановила меня ледяной рукой Адель обиделась Очень, очень хочу, чтобы мама встретила нас и увидела, что я разговариваю с тобой Тогда она отдаст меня в монастырь, и я буду совершенно счастлива Ссора влюбленных в духе Мольера В минуту досады они доходят до сарказмов, но остерегаются разрыва Прощай, грозится Виктор Больше не стану писать тебе Не стану говорить с тобою Больше не увижу тебя Будь довольна Но через два дня он сказал Если сверх ожидания тебе захочется еще что-нибудь сообщить мне Ты могла бы написать мне по такому адресу Париж, главный почтамт до востребования Господину Виктору Гюго Из Тулузской литературной академии И, разумеется, она написала Еще и еще раз и вновь стала обожаемой Аделью Записная книжка Виктора Гюго в зиму 1820-1821 года испечлена таинственными заметками Свидание на улице Драгуна На улице Эш-О-Д На улице Вье-Коломбье В Люксембургском саду Р Комната Улыбка Х Рука Прощание Люкс Г 26 апреля 1821 года Двойная годовщина и счастье и отчаяние Виктор Адели Вот начинается второй год несчастья Доживу ли я до третьего года? А сейчас прощаюсь с тобой, моя Адель Час уже поздний, ты спишь и не думаешь о локоне своих волос, которые подарила мне А твой муж ежевечерне перед сном благоговейно прижимает его к губам Адель Виктору Пишу тебе в последний раз Отдам тебе эту записочку в торопях, потому что за мной следит весь дом Дювидаль И так я больше не увижу тебя Это невозможно И больше не буду получать от тебя вестей Не буду больше обманывать маму Но удовлетворится ли она этим, не знаю И вдруг нежданная развязка Госпожа Гюго тяжело заболела Ей было совсем не полезно жить на четвертом этаже, да еще в доме без сада И в январе 1821 года Она переехала в квартиру, снятую Абелем В первом этаже дома номер 10 по улице Мезьер Сыновья, которых она приучила к ручному труду И к тому же склонные к нему по семейной традиции Превратили в стеляров, маляров, обойщиков, красильщиков Так как у матери уже не было средств, чтобы устроиться на новом месте Все три сына и она вместе с ними вскапывали землю в саду Сажали, прививали, подчищали дорожки Однажды она очень устала, разгорячилась Тут же ее продуло И она заболела воспалением легких Сыновья проводили бессонные ночи, ухаживая за ней 27 июня 1821 года В три часа утра она умерла у них на руках Абель, которого вызвали, помог им выполнить скорбные обязанности Три брата и несколько друзей В том числе молодой священник, герцог Дероган Поклонник первых поэтических опытов Гюго Проводили покойницу на кладбище в Важерар Вечером Виктор в глубокой тоске бродил по городу Как он одинок Умерла та, которая была всем для него Отец живет в Блуа Такой враждебный или, по меньшей мере, равнодушный Невеста отказала Эжен не может простить ему две обиды Адель и литературный успех Уже в те дни, когда они детьми качались на качелях в саду Филиантинок, братья устраивали сражения, чтобы привлечь внимание будущей красавицы Со времени триумфов Виктора у Эжена все больше нарастало злоба против брата И он плохо ее сдерживал Виктор немного жалел Эжена Но все же ему было приятно чувствовать свое превосходство Удовлетворенное самолюбие младшего Но вскоре их отношения стали мучительны для него Эжен уже давно пугал своих близких приступами черной меланхолии Иногда находившие на него А после смерти матери он стал как сумасшедший Ища надежды и утешения, Виктор побрел под дождем к тулузскому подворью Как был он изумлен в этот скорбный вечер, увидев, что у Фуше все окна ярко освещены Притаившись в тени деревьев, он слышал доносившуюся из дома музыку и веселый смех Знакомыми закоулками он пробрался поближе к окнам и увидел Адель В белом платье, с цветами в волосах, она танцевала и улыбалась Этого удара он всю жизнь не в силах был забыть Подобные воспоминания позднее помогли ему глубоко понять бедняков Которые, приникнув к окнам богачей, с горечью смотрят на празднества Для них навсегда недоступные На следующее утро, когда Адель прогуливала в саду, туда прибежал Виктор Самое это появление и бледность юноши говорили о каком-то несчастье Адель бросилась к нему Что случилось? Мама умерла, вчера ее похоронили А я-то вчера танцевала Оба разрыдались, и эти пролитые вместе слезы были их обручением Господин Фуше отправился на улицу Мезьер, чтобы выразить свое сочувствие И горячо советовал Виктору уехать из Париса Жизнь в столице была дорога, а молодые люди казались очень бедными Виктор написал отцу, сообщил ему ужасную весть Генералу Гюго, 28 июня 1821 года Наша утрата огромна, непоправима Но у нас остался ты, папа И наша любовь, наше уважение к тебе могут лишь возрасти Ты должен знать, какая у нее была душа Никогда она не говорила о тебе с гневом Нам не подобает и никогда не подобало судить о плачевных раздорах, разлучивших тебя с нею Но теперь, когда осталась лишь чистая, светлая память о ней, разве не стерлась все остальное? От бедной нашей матушки нам ничего не досталось Лишь кое-какая одежда, дорогая для нас по воспоминаниям Расходы, коих потребовали ее болезни погребения, превысили наши слабые возможности Немногие сохранившиеся у нас ценные вещи Столовое серебро, часы и прочее Ушли на эти надобности Да и могли ли они получить лучшее применение? Мы еще обязаны расплатиться с доктором и с некоторыми другими долгами Если ты не можешь взять это на себя Мы постараемся впоследствии все заплатить из того, что заработаем своим трудом Обстановка в доме ничего не стоит Да и принадлежит она Абелю, у которого мама жила вместе с нами Так как сама она не могла платить за квартиру Главная наша цель сейчас, дорогой папа, как можно скорее не быть тебе в тягость Все три сына желали, чтобы отец приехал в Париж уладить их дела Растерявшись они цеплялись за этот обломок крушения, еще хранивший следы величия Финансовое положение генерала не улучшилось А вдовев он прежде всего поспешил жениться на госпоже Мари Катрин Тома и Сактуан 37 лет, вдове помещика господина Анакле Дальме Такие имена фигурируют в книге записей актов гражданского состояния Тогда как в письмах, оповещавших о состоявшемся событии, говорилось о женитьбе генерала Гюго на вдове господина Дальме, графине де Салькано Она была любовницей генерала в течение 18 лет Для этих старых супругов достаточно оказалось сказать «да» в муниципалитете, а свадьбы с колокольным звоном у них не было Полковник Луи Гюго, проживавший в городе Тюле, в письме к своей сестре Готон возмущался, что генерал даже не сообщил о смерти жены своим братьям Эта беспечность показывает, как мал он к нам привязан Второй брак состоялся 20 июля 1821 года в Шабри, департамент Эндр Луи Гюго узнал о нем только в январе 1822 года и сейчас же уведомил свою сестру, вдову Мартен Шопин Если это правда, придется, скрипя сердце, примириться с злосчастной судьбой Сыновья несколько месяцев притворялись, будто они не знают, что отец оформил свой брак Да разве могли бы они препятствовать? Они полностью зависели от отца, мать оставила им только долги, а они, кроме Абеля, ничего не зарабатывали Супруги Фуше полагали, что если они, как обычно, снимут на лето домик в окрестностях Парижа, им не избежать встреч с Виктором Гюго Они решили уехать в Дре От Парижа до этого городка надо было ехать с дилижансом, заплатив за место 25 франков А у Виктора Гюго не было 25 франков Но они забыли, что он обладал железной волей, которой важнее денег и вдобавок склонностью к приключениям Госпожа Фуше отправилась дочерью в дилижансе с 15 июля Виктор Гюго последовал за ними 16 июля Виктор Гюго, Альфредо де Виньи, 20 июля 1821 года Весь путь я прошел пешком, под знойным солнцем, и нигде на дорогах не было ни малейшей тени Я измучился, но горжусь, что отмахал на своих на двоих 20 лет На всех, кто проезжает в экипажах, смотрю с жалостью Если бы вы сейчас были со мною, перед вами было бы самое дерзкое двуногое существо Я очень многим обязана этому путешествию, Альфред Оно несколько отвлекло меня Я истомился в нашем унылом доме На один день он остановился в Версале, у Гаспара де Понт Затем отдохнул в долине Шерези, где написал Элегию в ламартиновском духе О страдании благородного и чистого сердца Как черный кипарис, что высится в долине, безрадостен и одинок Влачит он век свой безотрадный Увы, он не обвит лозою виноградной И не ему, увы, улыбку шлет цветок Виктор Гюго в долине Шерези, оды и баллады Перевод Донского Примечание редакции Жалоба искреннее, тон условный В сущности он радовался этому путешествию Радовался своей молодости, сознанию своей силы Наслаждался купанием в реке в тени берез Красотой пейзажа и свечавшихся руин Девятнадцатого июля он уже был в Дре Взбирался на старой башне, воздвигнутой на холме с обрывистыми склонами И восхищался погребальной часовней герцогов Орлеанских Эта белая недостроенная часовня контрастирует с черной и разрушенной крепостью Эта усыпальница возвышается над развалинами дворца Вкусы поэта уже определились Руины и зелень, черное и белое Символическое истолкование контраста между прошлым и будущим Он твердо решил совершать прогулки до тех пор, пока не встретит Адели и ее отца Город Дре невелик, и желанная встреча произошла Адель пишет Виктору карандашом Друг мой, что ты здесь делаешь? Глазам своим не вею Никак не могу поговорить с тобой Пишу тайком, чтобы предупредить Будь осторожен и помни, что я по-прежнему твоя жена Виктор Гюго, Пьеру Фуше 20 июля 1821 года Сударь, я имел удовольствие видеть вас сегодня здесь, в Дре И подумал, уж не сон ли это Полагаю, что вы меня не заметили Я принял тысячи мелких предосторожностей, чтобы этого не случилось Но поскольку возможно, что так или иначе вы в один из ближайших дней встретите меня И что мое присутствие здесь может быть по-разному истолковано Я считаю приличным и честным предупредить вас о нем Нам остается только выразить удивление Самой удивительной из всех случайностей Все мои намерения чисты Я должен сказать откровенно, что для меня было большим удовольствием Неожиданно увидеть вашу дочь Вымысел простодушный и прозрачный Но он, конечно, растрогал такого славного человека, как Пьер Фуше Ведь он знал Виктора еще младенцем, худеньким, хилым И как будто совсем не желающим жить А теперь перед ним был здоровый цветущий юноша Полный самообладания и выражающий свою любовь красноречиво и уверенно Господин Фуше счел невозможным отказать в приеме сыну своих старых друзей Да еще в такие дни, когда его постигла горестная утрата Он принял Виктора в присутствии дочери и жены И спросил, каковы его намерения А Виктор хотел только одного — Жениться на любимой девушке Он заявил, что верит в свое будущее Ведь он начал большой роман в духе Вальтера Скотта Ганн-Исландец И книга эта, понятно, будет распродаваться хорошо Правительство короля обязано выполнить свой долг Перед поэтом-роэлистом и назначить ему пенсию От генерала Гюго он получит согласие на брак Все это было сомнительно Но Адели и Виктор любили друг друга Пьер Фуше решил, что помолвка не будет объявлена Звери дома пока еще не открыты для жениха Но невесте разрешается переписываться с ним Виктор Гюго при исполненной радости Отправился в Монфор-ла-Мари И первую половину августа Провел у своего приятеля, поэта Сен-Вальри Дружившего со всем кружком де Шана Об этом любезном великане Александр Дюма говорил Когда он промочит ноги, то насморк у него случится только на следующий год Сен-Вальри, восхищавшийся Виктором Гюго Радушно принял его в своей семье Из Монфора-ла-Мари, а затем из Ларош-Гюйона Где он гостил у герцога Рогана Виктор несколько раз писал своему будущему тестью Виктор Гюго Пьеру Фуше 3 августа 1821 года Нет, каково бы то ни было будущее Каковы бы ни были события Не станем терять надежды Надежда — это нравственная сила Сделаем все, чтобы достичь счастья благородными путями И если нас постигнет неудача, мы можем упрекать за это лишь Господа Бога Не пугайтесь экзальтированности моих мыслей Вспомните, какое огромное горе мне пришлось изведать А теперь все мое будущее, как я вижу, стоит под вопросом И все же я не падаю духом Быть может, для вашей дочери было бы лучше, если бы она отдала свою привязанность Человеку ловкому, изворотливому, который живо протянет руку к дарам фортуны Но разве подобный человек любил бы ее так, как она того заслуживает? Может ли сердце испытывать истинную нежность, если нет в нем энергии? Я задаю Аделии эти вопросы с трепетом Ибо знаю, что не могу ей дать иного залога счастья, кроме несказанного желания сделать ее счастливой Пьер Фуши ответил Человек изворотливый, весьма нежелательный гость в честной семье Казалось, он хотел ободрить Виктора Герцогу Дерогану, провожавшему госпожу Гюго до места последнего покоения Был в то время лет тридцать И он считался маленьким королем Британии Где в его владении находились Жослен и Пантевин В январе 1815 года жизнь его была сломлена ужасной трагедией Его молодая жена, одеваясь на бал, подошла к топившемуся камину Кружевное платье вспыхнуло на ней И она умерла от ожогов, сохраняя до конца героическое смирение Герцог поступил тогда в духовную семинарию Сен-Сюльпис Хотя установленные там строгие правила Были тяжкие для человека слабого здоровья, хрупкого, как женщина Аббат Дероган обладал врожденным пониманием красоты и добра После первых же опубликованных стихов Ламартина Он просил передать поэту, что был бы счастлив стать его другом В Гюго Аббата тоже привлекло восхищение его стихами После похорон матери Виктор Гюго пошел поблагодарить Дерогана И тот принял его просто и сердечно Он говорил, что у него есть одно единственное чистолюбивое стремление Сделаться приходским священником в какой-нибудь деревне родного края И это очень понравилось поэту Угадав в нем натуру религиозную, хотя этот юноша почти ничего не знал о религии Роган решил подыскать для него духовника Вам нужен духовный наставник, я найду его вам И он повел Гюго к Аббату Фрейсину Этот священник, человек светской, был в большой моде Пользовался благоволением двора И теперь красноречиво разъяснил юноше, обратившемуся к нему Что его долг достичь успеха и поставить сей успех на службу веры христианской Столь удобная религия не понравилась Неофиту И, выйдя от наставника, он сказал Рогану, что Аббат Фрейсину Никогда не будет его духовным руководителем Тогда Роган познакомил своего подопечного Сламене И на Гюго большое впечатление произвела его поношенная ряса Синие чулки из грубой шерсти, деревенские башмаки Ламене стал для него не только духовником Но и другом, в котором он любил его ворчливую прямоту С Ламене поэт познакомился еще в ту пору Когда этот мыслитель был полон благожелательности и нежных чувств к людям Вскоре, однако, преследования обратили его в существо нервное и раздражительное Каким Ламене стал в тридцатые годы девятнадцатого века Ларош Гюйон находился на берегу Сены Это был замок эпохи Возрождения В нем великолепные резные панели на стенах, а над панелями чудесные гобелены Хозяин казался божественно любезным Несомненная доброта души сочеталась у него с удивительным обаянием Но кое-что оставалось в нем от прежних его княжеских повадок Когда этот аббат смотрелся в зеркало, приглаживая свои густые и тонкие волосы Он иной раз не мог удержаться от лукавого и кокетливого взгляда Настоящий стендалевский епископ Виктору была отведена в замке великолепная комната И прислуживала ему целая армия угодливых лакеев Каким резким контрастом показалось ему парижское его жилище Когда он, возвратившись из поездки, должен был съехать с квартиры на улице Мезьер И поселиться на чердаке дома номер тридцать по улице Драгуна Вместе со своим родственником, приехавшим из Нанта, Адольфом Требюше Три брата Гюго, покинутые отцом, пытались сблизиться с родней по материнской линии Абель, Эжен и Виктор написали коллективное письмо своему дяде, господину Требюше Дорогой дядюшка, разрешите вашим парижским родственникам присоединить свои наилучшие пожелания К тем, которые выродят ваши близкие в Нанте И поздравить вас с днем рождения вместе со всеми вашими детьми Мы знаем вас по Адольфу и живо чувствуем, как нам не хватает вас в часы наших удовольствий Адольф такой славный, такой веселый, такой любезный юноша Счастливые отцы, которые, подобно вам, могут гордиться добрыми качествами своих детей Виктор Гюго и его двоюродный брат сняли сообща мансарду из двух комнат Одна была их гостиной Вся роскошь ее состояла в мраморном камине, над которым висела на стене золотая лилия Премия, полученная на литературном конкурсе в Тулузе Вторая комната, узенькая полутемная щелка, в которой с трудом поместились две койки, служила в спальне Платяной шкаф был один на двоих Больше, чем достаточно для Виктора, так как у него имелось только три рубашки Позднее Гюго изобразил под именем Мариуса того юношу, каким он был сам на улице Драгуна Высокий и умный лоб, глубоко вырезанные и раздувающиеся ноздри, облик искренний и спокойный Что-то надменное, задумчивое и невинное выражение лица В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут Нищета держал его в своих лапах Было такое время в жизни Мариуса, когда он подметал лестничную площадку перед своей дверью Покупал в овощной на одно су сыру бри Одной отбивной котлетой, которую он жарил сам, он питался три дня В первый день он съедал мясо, во второй день съедал жир, на третий день обгладывал косточку Виктор Гюго, отверженные, часть третья, книга пятая, глава первая и книга шестая, глава первая Примечание редакции Но в дни нищеты Гюго сохранял строгое достоинство, уважал себя и внушал другим уважение к нему Будучи монархистом, он, однако, без колебаний предложил убежище молодому своему приятелю, республиканцу Делону, которого искала полиция Покойная мать научила его покровительствовать преследуемым Все было бы сносным, будь он счастлив в любви Но между ним и невестой вновь начались ссоры в духе размолвок мольеровских влюбленных Адель обижалась из-за пустяков Воображала, что он презирает ее Виктор вспыхивал при каждом слове, пробуждавшем у него ревность Он вдруг принялся нападать на Жюли Дювидай де Монферье, подругу Адели, преподававшую рисование, очень талантливую художницу И в его яростных нападках сказывались предрассудки, которые внушила ему мать Виктор Гюго Адели Фуше, 3 февраля 1822 года Эта молодая особа имела несчастье стать художницей Обстоятельства вполне достаточные, чтобы погубить ее репутацию Достаточно женщине отдать себя во власть публике в каком-нибудь одном отношении И публика решит, что эта женщина ей принадлежит во всем Да и как можно предполагать, чтобы молодая девушка сохранила чистоту воображения И, следовательно, нравственную чистоту после тех учебных этюдов, в которых требует живопись Этюдов, для которых надо прежде всего отречься от стыдливости А кроме того, подобает ли женщине опуститься и войти в артистический мир В тот мир, где так же, как она, находят себе место и актрисы, и танцовщицы Подобная суровость удручала бедняжку Адель «Смилуйся надо мной», — писала она «Люби меня мирно, спокойно, так, как ты должен любить свою жену» И она пишет так же «Страсть — это нечто излишнее, она недолговечна» Так я, по крайней мере, слышала от людей Высказывания милые и забавные, но у Виктора Гюго не было ни малейшего чувства юмора Юноша серьезный, торжественный, он в ответ прочел невесте целый курс о роли страсти в любви Виктор Гюго, Адели Фуше, 20 октября 1821 года Любовь, по мнению света, — это плоское вожделение или смутная склонность, Которую обладание гасит, а разлуку уничтожает Вот почему ты и слышала, при столь странном понимании этих слов, что страсти недолговечны Увы, Адель, знаешь ли ты, что и слово «страсти» означает страдание? Неужели ты искренне веришь, что в обычной любви мужчин, столь бурный с виду и столь слабый в действительности, Есть хоть сколько-нибудь страдания? Нет, любовь духовная длится вечно, ибо существо, испытывающее ее, бессмертно Любовь — это влечение души, а не тела Заметь, что тут ничего нельзя доводить до крайности Я вовсе не говорю, что тело не имеет никакого значения в главнейшей из всех привязанностей А иначе для чего бы существовала разница между полами и мешала бы, например, двум мужчинам пылать друг другу страстью? Адель, в сущности, была довольна, что жених обожает ее, но тревожила за будущее Справится ли она с ролью великой возлюбленной, которую он ей предназначил? Виктор, я должна тебе сказать, что напрасно ты полагаешь, будто я стою выше других женщин В самом деле, напрасно страстно влюбленные мужчины возносят любимую женщину на недоступную ей вершину При таком положении у нее может закружиться голова, и она упадет Что касается родителей невесты, они иной раз тоже пугались бурных чувств жениха Как-то раз вечером на улице Шершмиди, куда Адель умолила пригласить Виктора, зашел разговор об Адюльтере И тут в словах Гюго прозвучала настоящая свирепость Он утверждал, что обманутый муж должен убить или покончить с собой Адель возмутилась Какая нетерпимость! Ты бы сам стал палачом, если бы его не нашлось Что за участь меня ждет, право уж не знаю Не скрой от тебя, все мои родные испугались Когда-нибудь мне придется трепетать перед тобой Он подтверждает свою точку зрения Я спросил себя, прав ли я И не только не мог осудить свою недоверчивую ревность Но считаю, что в ней-то и есть самая суть той целомудренной, исключительной, чистой любви Которую я питаю к себе и которую, боюсь, не сумел внушить себе Поверь, кто любит всех женщин, не ревнует ни одну А вот и еще разногласия между ними Кроме любви, для Гюго значение имел только его труд И он пытался привлечь к нему любимую Но она откровенно говорила, что ничего не понимает в поэзии «Признаюсь тебе, твой ум и талант, который, возможно, есть у тебя И который я, к несчастью, не умею ценить Не производит на меня ни малейшего впечатления Эти слова вызывали у него улыбку Ты говоришь, Адель, что когда-нибудь я замечу, как мало ты знаешь И почувствую эту пустоту Ты мне однажды уже сказал с очаровательной простотой, что ничего не смыслишь в поэзии А что такое поэзия, Адель? Определю в двух словах Поэзия — это отражение добродетели Прекрасная душа и прекрасный талант почти всегда нераздельны Прекрасная душа и прекрасный талант почти всегда нераздельны